Всем привет! Мы в Кремниевой долине. Обычно, когда сюда приезжают, первым делом мчат к гаражу Стива Возника и Стива Джобса. Именно там когда-то появилась на свет компания Apple. Но гораздо символичнее вот этот гараж. В 1930-е годы он стал первым офисом Уильяма Хьюлита и Дэвида Паккарда. Двух выпускников Стэнфордского университета, которые основали компанию Хьюлит Паккарда, одного из первых IT-гигантов Америки и вообще планеты. Считается, что современный мир начался именно здесь. Кремниевая долина — место, где создают вещи, которыми мы пользуемся каждый день и зарабатывают на этом миллиарды денег. С каждым годом здесь все больше людей, которые говорят по-русски. Как они сюда попадают? Что они здесь делают? И почему в Америке они у себя дома? Чтобы узнать об этом как можно больше, мы провели здесь почти неделю и пообщались с самыми разными людьми. Так, надо прерваться и сделать важное замечание. Большая часть этого видео была снята до коронавируса. Но это видео не про то, кто богаче и круче прямо сейчас. Этот выпуск про систему ценностей, которая позволила человечеству на клочке с суши длиною 80 километров построить технологическую столицу всего мира. Этой системе, этим принципам не один десяток лет. И весьма вероятно, что даже те проблемы, которые свалились на нашу планету в 2020 году, не смогут эти принципы радикально изменить. Ну и к тому же, на два главных смысла, которые мы зашивали в это видео, коронавирус вряд ли повлияет. В выпуске, который вы сейчас увидите, есть две простые задачи. Во-первых, напомнить всем, даже если вы родились и выросли в небольшом городе, у вас всегда есть шанс прорваться на самый верх. Во-вторых, показать, что зарабатывать деньги гораздо прикольнее, чем получать. Вперед! Юрий, будет дуть, дуть, будет Юрий. Ты здесь живешь? Да, снимаю. 10 тысяч баксов в месяц? Примерно. Ну, слушай, ты хотя бы за вид платишь, я насколько понимаю, да? Да, дом старый. Старый. Ну, средняя ставка жилья здесь сколько? Вот в Лос-Алтас-Хиллз дешевле ты не найдешь. А, это типа вот такой нищебродский дом? Это нищебродский дом. Хорошо, там, где мы живем, мы живем в Маунтин-Вью. Минимальный 6. Отдельный дом, 6 месяцев. А сколько он стоит, как ты думаешь? У нас три спальни. Два с половиной три миллиона. Три спальни это где-то так. Слушай, я ногой могу там, я не Жан-Клод Ван Дамм, но я ногой там дырку сделаю просто в два счета. Слушай, материалы не стоят ничего. Стоит человеческий труд. Минимальный оплата труда. И стандарты на все. Нет, земля, видимо, сколько это стоит? Земля стоит очень до хрена. Но больше всего стоит труд. То есть у меня недавно было землетрясение очередное, и у нас гнилая канализационная труба обрушилась. У нас перестала сливаться в кухонной раковине вода. Мы вызвали сантехников, они пошли тут, посмотрели. Прислали два предложения. Одно на 16 тысяч долларов, одно на 35 тысяч долларов. Вот такие счета от сантехников, как бы... У них там, знаешь, у них такая экипировка. Они выглядят как охотники за привидениями. Знаешь, такими рюкзаками какие-то визоры там. Это змея с камерой, как колоноскопию делают. Это очень длинную трубу. Мы в курсе, что это такое. Коротко и понятным языком. Я помогаю предпринимателям масштабировать их компании. Делать так, чтобы их компании росли быстрее, чем они могли бы расти без меня. Я нахожу компанию, которая, мне кажется, подает надежды. И дальше начинаю всячески помогать. Возможно, ей не будут нужны деньги в текущем моменте времени. Я могу им помочь чем-то другим. Но в большинстве случаев это инвестиции. То есть люди привлекают миллион долларов на то, чтобы доделать свой продукт, получить первую выручку, первые данные от клиентов. И мы им эти деньги инвестируем. Потом мы зарабатываем на том, что помогаем им эту всю компанию, которая подросла, продать. И, соответственно, навар распределяем. Ты работаешь в инвестфонде, который ты организовал с партнерами. Да. Вы набрали туда денег. Да. Много миллионов долларов. Ну да. Или какое-то количество миллионов долларов. Вы находите перспективные проекты, вкладываете туда. Например, даете 100 тысяч долларов из расчета на то, что 10% доли теперь ваши. Да. И делаете все, чтобы эти 10% стали стоить не 100 тысяч долларов, а 5 миллионов. Да. И дальше вы забираете. То есть это самым простым языком то, чем ты занимаешься. Да. Фазлыев. Офигенный предприниматель, который сделал две хороших компании. Ему за последний год несколько раз сделали предложение о продаже компании. Он не говорит, сколько им предлагали. Оцени как эксперт. Сколько может стоить его компания сейчас? Я инсайдер. А, ты иду? Я инвестировал и в его компанию тоже. Но это сотни миллионов долларов. Скорее всего, да. Охренеть. Ты можешь что сказать людям, которые не интегрированы в IT, не читают журнал Forbes в паре предложений, чем занимается твоя компания? Интернет-магазины. То есть мы даем возможность человеку завести самому интернет-магазин, никому не платить деньги, а пойти и сделать самостоятельно. И бесплатно. Свой первый миллион ты заработал в 21, да? Да. А если коротко, на чем? Интернет-магазины, но это были другие интернет-магазины. Ты мог пощупать этот миллион в 21 год? Или он был виртуальный, как у всех вас айтишников? В 21 я не мог не пощупать. То есть у меня одна из таких самых болезненных воспоминаний про то, что я сделал не так. В свое время компанию конкурента, которая на самом деле это калифорнийская компания из Лос-Анджелеса, они начинали с того, что консультировали по моему продукту, по X-карт, а потом начали свой, Мадженто. Так. И эта Мадженто разросла до того, что они продались Эбэю за 160 миллионов долларов. Ёп. Вот когда они продались Эбэю за 160 миллионов долларов, на это время они были меньше меня. Так. Я сразу скажу, у меня нет 160 миллионов долларов. Так. И по этому поводу у меня большая печаль. А предлагали, то есть я не брал не только 10, я не брал трубку. То есть у нас такая типичная история в те годы была, то, что приходят в техподдержку обращения, говорят, мы хотим, нам нужно поговорить с Русланом. О чем? Мы хотим купить X-карт. Ну, чтобы купить X-карт, вам не нужно говорить с Русланом, вам нужно пройти на сайт, ды-ды-ды, туда, там, тут. Вы не поняли, нам нужно купить X-карт компанию. Вот. Но я с ними не разговаривал, потому что был молодой и глупый, я просто считал, что они не понимают, как это все хозяйство работает, они не смогут его купить, они же не будут работать, там, не знаю, какими-то чемоданами денег. Да, то есть. Дороничев. Офигенный, очень классный Дороничев. Это он делал приложение для Ютуба? Да. Это он делал приложение для Ютуба. Более того, Дороничев... Еще раз, давай зафиксируем. Русский чувак сделал приложение, которым мы пользуемся, когда не можем Ютуб смотреть на большом экране. Да. Точнее, мы чаще пользуемся им, чем большим экраном. Ты из Медведкова? Да. И ты директор по продуктам Google? Да. Это... та самая бесплатная еда. Собаку, кстати, тоже кормят. Да? Да. Собаке есть баджик, ей дают баджик, чтобы ты приходил со своей собакой, чтобы ей не скучно было дома. Да? Ну, понятно. Ты хочешь сидеть на работе подольше, У тебя там собака грустит. А-а-а... А так... У нее есть все условия, есть еда. Это один еще из крючочков, который бы приковывал людей к офису Google? Не обязательно приковывал, но создавал условия, чтобы тебе было комфортно и ты мог не думать о всякой другой херне. Ты пользуешься этим? Ну, конечно. Я ем каждый день, да. Смотри, ты в форме. Парень, который работает в пиар-сужбе, тоже в форме. Как вы решаете вопрос, когда просто столько жратвы, но при этом люди каким-то образом держатся. Слушай, есть такое понятие Google Fifteen. Когда только приходишь в Google, чуть-чуть набираешь 15 фунтов, ну, типа 7 килограмм. У меня было прям точно так. И потом приходится решать вопрос формы активно. Ну, вот спортзал прям здесь, прям за фунт-траками, видишь следующее здание, там все бегают и поднимают веса. Ну, как бы вот. По моим оценкам, примерно 98, может быть, 99 процентов наемных сотрудников в России увидят это и округлят глаза. Они не понимают, для чего все эти бесплатные ништяки. Объясни. Если ты хочешь создавать что-то необычное, что-то значительно больше, чем предсказуемое, тебе нужны какие-то необычные условия. Тебе нужно создавать условия, в которых люди могут фокусироваться на том, чтобы там творить, придумывать, переходить рубежи какие-то и так далее. И все, что ты можешь для этого сделать, это все идет на капитализацию твоей компании. Соответственно, уменьшая всякие, там, необходимость думать о всякой ерунде, ты увеличиваешь количество времени, которое люди могут думать о проблемах, которые они решают. А точно? Разве ты не расслабляешь людей? Ну, ты понимаешь, ты нанимаешь, изначально ты нанимаешь таких людей, которые, в смысл жизни которых чего-то творить, создавать. Им просто нужны условия. Почему я здесь? Просто мне очень нужно было делать то, что я делаю, и я нашел все лучшие условия, где я могу это делать, не волнуясь о ни о чем другом. Слушай, ну это вопрос неприлично. Очень даже прилично. Смотри, идея такая, то есть эти ребята, ну, Сергей и Ларри, когда они стартовали эту компанию, они на самом деле вдохновлялись факультетом своим, то есть Стэнфордом. Ты же там был? Да. Там тоже площадки, да? То есть вся эта атмосфера, это атмосфера кампуса, атмосфера такого свободного обмена знаниями, ты не паришься, ты студент, ты пошел, поиграл в волейбол, почитал книжки, сделал там какую-то лабораторную работу и так далее. Как бы оттуда прям прямым потоком шли студенты сюда и строили здесь какие-то большие вещи. Им создавались условия, которые максимально похожи на то же самое Стэнфорд. Ну вот, а второе, мне кажется, очень большое влияние оказал Берлингмен. То есть это фестиваль такой сумасшедший, на который тоже Сергей и Ларри ездили. Например, велики бесплатные, бесплатная еда, вот вся эта культура отдавать, типа, мы отдаем как можно больше все и получится что-то классное. По сути, типа, от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Ты чем больше отдаешь, и если толпа людей делает то же самое, то в сумме получается что-то значительное. Знаете, что самое сложное, когда монтируешь такие выпуски? Вспоминайте, что на свете есть такая вещь, как аэропорты, самолеты, перелеты и прочие вещи, которые позволяли тебе находиться не только дома. Пусть этот дом и любимый. Единственное, что спасает, ребятки, это вот этот диван и YouTube, который можно с этого дивана смотреть. Прямо сейчас про два YouTube-канала, которые помогают не сойти с ума в этот карантин. Во-первых, это канал Арзамас. Многие снова будут ржать и говорить, что интернет мне провели только в 2020 году, но да, только в апреле этого года посмотрел два великих ролика канала Арзамас, Древний Рим за 20 минут и Древняя Греция. Это историческая лекция, какой она должна быть в 2020 году. Ну и второй канал. Один из самых смешных мифов вокруг нашей творческой артели звучал так. Дудь продюсирует канал Нежный Редактор. У канала Нежный Редактор есть один продюсер и зовут его Татьяна Мингалимова. Прекрасная нежная леди, которая долго работала у нас редактором, а потом стала делать своё. И это своё в последний год материализовалось в шоу «Подруги». Когда я слышу Танечку, которая честно признается, что у неё мало секса и она исследует это как проблему, в такие моменты я понимаю, что я просто пуританин, который стесняется слово «секс» произнести. Поэтому, девчонки, Артём, работаем! Эти и не только эти каналы, вот этого и только с этого дивана я буду смотреть на новом телевизоре «Филипс 7303», который подогнали мне кто? Мои кореша из Эльдорадо! Это ты? Это ты? Пока мы настраивали телек, мы вспомнили, что Серёги тоже известные контент-мейкеры и раньше они развлекались тем, что публиковали фильмы про роуп-джампинг. Как в 2012 году выглядел гроза всех русских кухонь Сергей Лынков? Вот это он! Вот это он! Это, я думаю, у меня голова большая! Серёнь! Вы реально прыгали? Охренеть! Те два канала я уже смотрю, а к этому приступлю уже конкретно на этом телевизоре. В нём есть всё, что нужно. Полный функционал Smart TV на базе операционной системы Android TV с быстрой навигацией, удобным интерфейсом и большим выбором приложения. Стильный дизайн, изображение в формате 4K Ultra HD, уникальная и очень полезная функция подсветки Ambilight. Её главный эффект, изображение на экране выглядит визуально больше, а получается это за счёт того, что Ambilight заполняет пространство вокруг телевизора световым ореолом. Ещё эта опция очень актуальна вечером, если вы привыкли смотреть телевизор в темноте. Нагрузка на глаза ощутимо снижается. А ещё тут есть специальный режим лаунж, когда Ambilight работает даже без видео, просто создавая настроение в комнате. Под этим не диваном, а видео есть ссылка. Прыгаем по ссылке в описании и получаем 15% скидку по промокоду БУДЬВТЕМЕ 15 на этот и другие телеки от Philips. Ну а мои кореша из Эльдорадо бесплатно и бесконтактно доставят вам это домой, чтобы вы не скучали на карантине. Держаться, ребят. Слушай, а если люди травмы получают? Так, ну сразу короче свои билики сначали. Да. Это же не функционально. у чувака сломалось тачка, которая здесь стоит. Это что, все твой дом? Все мой дом. Да. Так, мы в Сан-Франциско. Трехэтажный дом твой. Да. Слушай, ну это же миллионы баксов. Я купил его гораздо дешевле, чем он сейчас стоит, потому что я купил его в очень плохом состоянии. Я купил его за 25 миллионов долларов. и отреставрил его. Да, реставрация была очень недешевой тоже. Это ипотека? Да, я должен. Если в Америке, если ты никому не должен, тебе никто не верит. Ты должен кому-то быть должным. Как чуваку из Медведкова можно стать директором по продуктам всего Гугла? Для начала надо попробовать что-то сделать из Медведкова. Скорее всего получится плохо. Потом надо захотеть сделать чего-то опять и поехать куда-нибудь из Медведкова. Я ехал очень долго. То есть я поехал из Медведкова в Прагу, из Праги в Дублин, из Дублина в Лондон и потом сюда в конце концов. Давай я помогу коротко укоротить эту историю. Смотри, ты по образованию программист. Да. И ты делал сайт Тапа Кру. Да. Это вот во времена простых мобильных телефонов, чтобы мелодию бумера себе установить, нужно было через Тапа Кру это делать. Да. И тебе это много денег приносило? Ну, не много денег, но сколько ты приносил, да. Ты говорил, что каждый день мог по машине себе покупать? Каждый день не мог. Раз в месяц, да. Раз в месяц ты мог себе машину покупать? По говенной. Что? По говенной машине, да. После этого ты уехал в Прагу? Да. Почему? Потому что я понял, что мне нет кого научиться сделать что-то по-настоящему большое. Мне хотелось... Тапа Кру не сильно отличался от мобильного Ютюба. Это был мобильный сервис, чтобы получать доступ к контенту. Тем же видео, к той же музыке. Но на старых мобилах? На старых мобилах, но дело не в этом. Дело в том, что он весь... Вся та же идея свелась каким-то... Отправь SMS, получи какое-то вот такому зарабатывание каких-то достаточно небольших денег без большой идеи за ним. И когда я увидел, что просто та же идея может в мировом масштабе играть значительную роль в принципе вообще в мироустройстве, когда я понял, что такие варианты возможны, я понял, что здесь, где я есть, этого не сделать. Я пересматривал недавно видео, у нас кто-то приходил с видеокамерой в школу в девятом классе и спрашивал у нас, чем мы хотим заниматься, а я какую-то модную книжку тогда прочитал и сказал, что я хочу делать бизнес-планы для компании за деньги. Я тогда не очень понимал, что это такое, но звучало очень круто. Я в итоге к этому пришел, я поработал в ЦИСКО, это технологическая компания, потом поехал, поучился в Шотландии, вернулся и стал пытаться разные какие-то бизнесы организовать. Потом я понял, что после какой-то очередной неудачи ко мне пришел друг и говорит, слушай, вот у меня уже есть организованный, помоги мне денег привлечь, чтобы расшириться. У нас как бы есть заказы, нам нужны бабки, чтобы производить. Я пошел им помогать, написал им красивую презентацию, привлек, думаю, прикольно. Я ничего не просил, они мне заплатили, заплатили мне денег сильно больше, чем моя была полугодовая зарплата. Я такой думаю, ничего себе, что я на работе-то работаю. Продолжил этим фоновым режимом заниматься и так познакомился с Сергеем Солонином. Меня познакомил папа моего одногруппника, к которому я пришел за инвестицией. Он сказал, я в этой теме ничего не понимаю. Сергей Солонин из Киеви. Да, вот есть, говорит, Серега, Серега умный, Серега про технологии, иди к нему. Я прихожу, значит, такой очень дорогой особняк на Петровском переулке. Просто роскошь. Картины висят дорогие. Хоть, не знаю, сто тысяч долларов диван кожаный. Ну, я не знаю, сколько он стоил, но выглядел для меня какая-то невероятная. А там сидит такой чувак, одетый в какие-то треники, в майке-алкоголичке, с такими очень грязными волосами, примерно как у меня сейчас. Красными уже глазами человек, который не спал типа там третьи сутки, что-то читает. Вот. Смотрит мою там пятнадцатисроничную презентацию, просто вот так вот пролистывает, задает три вопроса в самые слабые места. Говорит, полная хрень, типа, уйди, переделай, вернись. Я офигел, думаю, ничего себе, какой умный мужик. Короче, пошел, переделал, вернулся, он посмотрел, говорит, ну, говорит, лучше, говорит, ну, денег я не дам, но ты мне нравишься. Давай, говорит, фонд сделаем. Ну, я в смысле знал, конечно, что такое фонды, как они работают у меня, профильное образование. Вот, но я думал, что мой путь до венчурного фонда займет лет десять, а занял вот так вот случайность. И ты поехал в Прагу? Я поехал куда-то. У меня все это было за границей. Я поехал за границей. Я поехал искать тусовку, от которой я могу научиться. Прага – это не то место. Подожди, а в чем идея была? Вот ты поехал, там, Карлов мост, да, пиваешь Старопрамин. И что ты там делал? Там я потерял ту часть себя, которая для меня всегда была знакома. То есть, это был просто способ вытащить себя за шкирку из среды. А, то есть, ты уехал в другое место ничего особенного не делать? Да. Ну, я нет, я уехал делать, я уехал учиться, я уехал искать. Я просто еще не знал, куда ехать. У меня глобус москвича был, там, МКАД, за ним Сибирь, а потом за границей. Приблизительно так. И я просто понятия не имел, чем Силиконовая долина отличается от Лондона, чем Лондон отличается от Праги. Я просто поехал куда-то, чтобы сделать какой-то шаг. Не знаешь, что делать, сделай один шаг. И ты там учился? Нет, я туда приехал, попытался там сделать бизнес. Мне не очень получилось. Я потерял все деньги, которые у меня были, так, по глупости. И остался в очень тяжелом положении, и это очень стимулирует. Все деньги, это сколько? У меня тогда было, ну, на выезде, я думал, что у меня было порядка 100 тысяч долларов. Так, а как ты потерял? Я их неудачно вложил в Россию. Во что? В бизнес своего родственника, который там что-то круче мучил, как-то не сложилось, вот это все. Ты говорил, что ты колбасные обрезки там ел? Ел, да. А что такое колбасные обрезки? Ну, это когда в супермаркете, знаешь, там нарезают мясо, и остаются куски, они на самом деле продают, ну, можно прийти и спросить, есть ли у вас остатки, которые там, куски колбасы с краев которые, и их продают очень дешево. Ну, если ты не можешь купить колбасу, ты можешь купить такие обрезки, это гораздо дешевле. У меня был бюджет 200 рублей в день тогда, на семью из трех человек. 300, ты говорил? Ну, или 300. Ну, то есть, да, 200 крон, 300 рублей, да. И как вы жили? Скромно. Скромно, но зато со серьезным детерминизмом, очень так, знаешь, с целью. И как после Праги случился Google? Я написал письмо в Google, я читал книжки, я пытался понять, я уехал, чтобы научиться, да, я уехал, чтобы научиться, как строить большие продукты, как сделать что-то, типа iTunes, там, тогда только появился iPod. И я стал читать много книг про фаундеров всяких больших компаний, там, Dell, Oracle, Microsoft, и прочитал книжку про Google. И меня просто взорвало, я просто понял, что вот кто-то построил культуру, которую я хотел бы сам построить, я понятия не имею, как ее построить, и поскольку я хотел учиться, я понял, что вот учиться я хочу у этих людей. Ну, и, соответственно, написал мне письмо. Письмо? Да. Я написал письмо на Jobs, at Google.com со словами, типа, ребята, вы ничего не делаете для мобильных телефонов, а мобильные телефоны – это будущее, вот у меня уже в России там все на мобильных телефонах, и я знаю, как это сделать, и, пожалуйста, возьмите меня все на работу, и я это сделаю. И они мне не ответили, конечно. Не ответили. Не ответили. И через месяц не ответили, через два не ответили. И я продолжал искать каких-то людей, какие-то выходы, в конце концов, мне ответили. Просто я никого не нашел, они просто сами ответили через несколько месяцев. Как-то прям неправдоподобно. Абсолютно. Все равно, что в Кремль написать. Это было абсолютно неправдоподобно, я не знаю ни одной такой другой истории, до сих пор мне кажется, что это очень странно, что так получилось. Ну, вот так сложили звезды. Почему они ответили? Как ты думаешь? Я думаю, мне повезло. Я думаю, что в любом успехе есть значительная доля старания, там много поражений, просто желание там от поражения не сдаваться, а продолжать. Но на самом деле, дальше есть какой-то элемент везения. Они мне позвонили, сказали после всех этих интервью, сказали, так, да, есть работа, но работа не в Праге, работа в Дублине. К тому времени мне было уже совершенно все равно. На моем глобусе это все было приблизительно одно место, и поэтому я поехал в Дублин. Что за дырки вот это? Это земляные белки. Гофера называются. Их тут живет невероятное количество. Ну, тут природа. Ими питаются орлы, которые летают над нами, лисы, которые бегают, горные львы и койоты. Ты просил кошака своего не выпускать. Да его сожрут. Его, ну, тут как бы кошка по наших, слава богу, не ели, у соседей, у знакомых кошки погибают просто вот там. Убегают. Они же как бы борзые кошки по своей природе. Они видят енота, они идут с ним сражаться. Вот, енот как бы может одной левой убить кошку. Ну, и покрупнее зверя, койота в основном. А как ты детей выпускаешь сюда? Детей они не будут атаковать. Горный лев тут за, по-моему, пять лет один ребенок пострадал от горного льва, но просто детей не надо от них далеко отпускать. К домам они не подходят. Если ты вместе с ребенком, ребенка надо взять на руки, тогда для животного ты кажешься одним, большим чем-то. Кто здесь живет, помимо твоей семьи? Ну вот на верхнем этаже мы живем, то есть моя семья с детишками. На среднем этаже живут несколько предпринимателей, все русскоязычные ребята. Очень хорошая такая компания, собранная, там живет четыре человека. На нижнем этаже живет очень сборная компания. А ты им кровь почему предоставляешь? Ну, они снимают квартиру. А, они платят тебе деньги? Да. Со стороны это выглядит как дом Эрлиха в Кремниевой долине. Да, кстати. Чувак дает приют стартаперам в обмен на 10% капитала от их стартапа. Ты тоже 10% берешь с пацанами? Нет, я взял гораздо меньше. То есть в один из стартапов, который посредине я инвестировал, в этот домик у меня есть какие-то акции. Я был первым его инвестором в Чатфил. Остальных нет. То есть ты просто приютил и приютил? Ну, нет. Я дал ему денег на компанию, то есть я инвестировал в компанию, и при этом он мне платит ну как за аренду, и я из этих денег плачу, соответственно, ипотеку. Расскажи, что за два чувака сидят за нами с Серегой. Два чувака — это, мне кажется, такие яркие примеры очень толковых, очень талантливых ребят из бывшего Советского Союза, то есть Беларуси, из России, которые живые примеры того, как можно в одиночку приехать, ничего не имея там, и просто своим старанием, трудом, своим талантом построить многомиллионные компании здесь. В одного вот так просто. И все случилось на моих глазах, что один, что второй, понравился, и вот Дима думает, что Микита создали огромные компании с нуля, просто перед моими глазами. Я смотрел на них и думаю, блин, чем же я занимаюсь своей жизнью? Андрей последние два дня готовил меня и говорил, что у меня в доме живет твой двойник. Дай в камеру посмотрим. И теперь повернемся в профи. В целом действительно что-то общее есть. И ты тоже 86-го года. Да. Но из Таганрога. Да. Окей. В целом жутковато смотреть, но окей, пусть все зрители решат. Объясни максимально понятно, что такое чат-боты. Чат-боты, это вот ты общаешься в мессендере с человеком. Прочно так же ты можешь общаться с бизнесом. Вот, бизнес может... Ты можешь задать вопросы, просить помощи, поддержки. Бизнес, в свою очередь, может с тобой как-то коммуницировать, вовлекать, гифки слать, спрашивать, Юрес, что тебе нравится, а ты едешь там в Сан-Франциско, а у нас здесь ивент, приходи. Суперперсонализированная коммуникация. Но я подписаться должен? Да. Ага. И слать он будет мне в Facebook? Да. Не в Телегу, не в... Есть другие платформы, которые работают на Телеге, на других мессенджерах. Вы только на Facebook? Да, да, да. Окей. Так, а в чем монетизация? Монетизация... Бизнесы платят за возможность посылать сообщения. Чем больше пользователей ты хочешь вовлекать, тем, соответственно, больше ты платишь. На ежемесячной основе. Смотри, у вас клиенты Uber, Coca-Cola и даже Golden State. Да. Смотри, допустим, я тоже становлюсь клиентом. Сколько я должен платить? 15 долларов, чтобы начать. До тысячи пользователей. Так. А максимальная цена? Максимальная, не ограничена. Ну, сейчас там самый большой клиент платит десятки тысяч долларов. Десятки тысяч долларов? Да, да, в месяц. Так. Какая у вас прибыль в месяц? Не могу разглашать публично. Она измеряется, там, ну, сотнями тысяч долларов. Это именно прибыль? Нет, нет, это ревня. Ревня. Ага. Но прибыль есть? Да, да, мы операционно окупаемы. Вы не продавались еще никому? Нет. Андрей говорит, что если вы кому-то продадитесь, то ты станешь мультимиллионером. Есть такая вероятность. Микита Микадо. Ага. Ты японец? Нет, я белорус. Я белорус. Ты так милого русского. Ну мы белорусы очень милые. Ты так хотел, что вы сам меня оттуда. Я белорус. А почему Микадо? Когда мне было 19 лет, я приехал первый раз в Америку. Так. По программе обмена студенческого. Такая была Work and Travel USA. Значит, приехал я туда и поселился жить в доме у японца. Значит, японец меня называл Микита Макака Микака Микадо. И, в общем, последняя немножечко так прижилась и появилась социальная сеть LinkedIn. Да. Ну а как бы в социальной сети свое имя и фамилию настоящую это было тогда так страшновато. Я написал Микита Микадо и оптимизировал этот LinkedIn под определенные поисковые запросы. Разработка веб-сайтов на Гавайях. Я тогда жил на Гавайях. Вот. И, короче, пошли ко мне запросы. Пошел в бизнес. Я уже бизнес-карточку сделал Микита Микадо. Начал там сделки закрывать, веб-сайт эти продавать, делать. Ну и потом как-то оно пошло, 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 пошло. Потому что моя фамилия, она просто непроизносима в Америке. А какая? Тепловукэхау. Вот так. Это по-белорусски, а по-русски? Теплоухов. А, Теплоухов? Да, да, да. А, очень сложно. Я не знал, что... Я думал, псевдонимы бывают только у поп-певцов. Ну, видишь. И у программистов тоже. Программистов тоже бывает, да. Офигеть. Чем занимается твой бизнес? Документ когда-нибудь подписывал какой-нибудь, контракт. Да. Вот мы это делаем так, чтобы ты это мог подписать, без бумаги. И без, там, курьеров, отправки документов и так далее. И это имело бы такую же юридическую силу, как будто я бы подписал бы так. Да. Реально? Работает. Можешь поверить. То есть мы можем подписывать удаленно это? Ну да. Важно, стоит отметить, что это работает в США, в странах, где... Документооборот электронный? Не только документооборот электронный, но и есть закон электронной подписи. А, а в России его нет? Он немножко другой. На самом деле, я приехал в Google, мне никто не предложил работать над мобильными, тогда это все только начиналось. И вот какое-то время я поработал на каких-то других вещах, а через два года приблизительно в Лондоне началась мобильная команда, которая делала мобильные приложения для всех продуктов. Какой это год? Это 2008 год. 2008 год? Да. Тебе доверили что-то, потому что ты в России делал вот эту вот историю про мобильные? Доверили что-то, потому что никто не думал, что это важно. Это казалось какая-то ерунда. Ну вот слушай, ну как? 2008 год. У всех уже все равно есть мобилы. Неужели люди не понимали, что вот... В этот момент еще связь в голове у людей, что интернет будет вот такой штукой, которую ты носишь с собой, она еще не образовалась. То есть всем казалось, что интернет это штука, которой ты приходишь домой, включаешь компьютер, подключаешь там по модему или по проводу. А мобильник это так там, типа позвонить, отправить сообщение, может быть, e-mail отправить. Это было тогда верхом, ну какой-то телекомбинационной технологии. А то, что с мобильного телефона будут смотреть там кино, не дай бог, или там в игры играть по интернету, ну это казалось просто каким-то неправдоподобным там будущим. Ты рассказывал, что ты прям просил, чтобы тебе доверили сделать мобильное приложение Ютуба. Честно говоря, когда я пришел в мобильную эту команду, все хорошие продукты уже были розданы каким-нибудь более умным людям. То есть там Gmail, там Google, сам поиск, уже кто-то делал. А оставались какие-то ненужные никому продукты. И вот Ютуб был один из таких вещей, который, ну типа, он и так-то никому не нужен в браузере, вроде как. Там одни собаки на скейтборгах, какая-то херня. Поэтому, ну я новенький. Мне предложили несколько таких вот продуктов, не очень успешных на выбор. Когда я услышал про Ютуб, я просто знал, что тапок, которые делал в России, это было приблизительно то же самое. Я знал, что люди будут смотреть видео на телефонах, потому что у нас они их покупали. Люди из глубинки покупали там видео с Крейзи Фрогом по СМС, чтобы просто показать там, эй, братан, смотри, видишь, как Крейзи Фрог? Это был первый проект, мобильное приложение, которое позволяет тебе с телефона управлять. Значит, ты выступаешь, вот за тебя презентация, и это позволяет управлять слайдами, записывает твой голос и транслирует. Ага. И этого не было до этого? Не было. Так, это не взлетело? Провалилось. Стрецка. Так, дальше? Дальше мы подняли это денег, венчурные деньги. Я понял, что... Которые не вернули? Ну нет, конечно, да. Проект не случился. Вот, и я понял, что денег нам больше никто не даст. Ааа, я встретил своего партнера, значит, ну, сети ООС, которым мы и эту компанию основали текущую мою. Вот, и мы подумали, что, ну, в общем, наверное, последний шанс. Либо мы попробуем что-то сделать, либо, может быть, там, я не создан для стартапов, и надо возвращаться в корпорацию. Вот, у нас было... Я, типа, позвонил родителям, я давно, ну, особенно, зарабатывал сам, а тут мне 25 лет, я звонил родителям, занимаю несколько тысяч долларов, типа, последний шанс. Вот, и она взлетела. Это было мобильное приложение, Мята. Вот, и мы понимали, что ступать некуда. Нас было два человека, мы делали все сами. Все программировали, дизайн, продукт, и... Мята – это штука, которая ленту формировала, исходя из интересов? Да, да, это приложение. В конточе? Да. Да. Так, а что значит взлетело? Вы на нем заработали? Да, мы заработали, взлетело. Когда мы записали в App Store, мы вышли на вторую строчку App Store. За неделю у нас было 130 тысяч установок. Вот. И мы начали монетизироваться на рекламе. Сколько вы на нем заработали? Мы продали его. Мы продали русскую версию. То есть у нас была русская версия, мы решили делать глобальную версию, ну, под мир. Русскую версию мы продали за небольшие деньги, там, несколько сотен тысяч долларов. И глобальную версию мы начали пилить, и она не получалась. Здесь Facebook, у него свои правила, ограничения. Да. И тут выходит блокпост у Паши Дурова, где он говорит, что ребята, мы запускаем чат-ботов на платформе Telegram. Я звонил Теме, говорю, Тема, просыпайся, у него ночь, он в Москве, я здесь. Тема, просыпайся, это следующая большая волна, мы должны что-то сделать. Команда программистов должна сделать так, чтобы на экране появилась иконка с плеером Ютуба. Сколько это лет? Как это выглядит? Ну, как? Есть некие серверы, да, Ютуба, где есть видео, откуда они все шлются по интернету на какое-то устройство. Устройство должно быть достаточно мощное, чтобы их раскодировать, там, принимать по интернету. Скорость должна быть достаточно быстрая у канала соединения. А потом это приложение должно работать на этом маленьком устройстве с маленьким процессором, принимать это видео, показывать тебе выбор из разных видео, менюшечки. И самое главное, делать плеер, который там декодирует и все в реальном времени играет. Ну, и это достаточно в тот момент нетривиальная была задача, потому что мы писали все с нуля для тех еще старых телефонов. Первое приложение было, на самом деле, для Nokia и для таких старых коммуникаторов Windows. Совершенно все не работало, было чудовищно. И я тоже там первый год думал, что же я тут делаю? Но, скорее всего, не заработает. Когда ты помнишь, что заработает? Когда появился Android. Первый Android, который мы запустили, на нем уже плеер заработал. И это была совершенно еще одна такая очень удачная, но идиотская на тот момент ставка, потому что Android было ноль, Nokia было там миллионы. На Nokia ничего не работало, а на Android мы могли сделать, чтобы работало. А у меня было всего там два или три инженера в тот момент. И мы решили, что мы, пожалуй, сделаем такую рисковую ставку, все переключимся сначала на Android. И, ну, а затем и на iPhone. И так все получилось. Когда мы заработали свои первые сто тысяч просмотров на мобильных телефонов, ну, в тот момент уже на веб-сайте, на youtube.com, естественно, там были миллионы просмотров в том времени. Мы в первый раз все в сумме, там кто-то, люди наиграли сто тысяч. Мы пошли в бар, я купил там всем инженерам пиво, мы что-то смеялись, что вот, типа, сто тысяч, пиво, класс, а что же будет, когда будет миллион? Я говорю, чуваки, когда-нибудь мобильный YouTube будет больше, чем тот другой YouTube. И когда это будет, мне мой инженерный партнер говорит, так, когда это будет, ты нас отвезешь на Гавайи. Я говорю, да, отвезу на Гавайи. Отвез. Когда это случилось? Ну, это в районе 2013-2014 года. Сейчас большая часть людей смотрит YouTube в мобиле. Сейчас я тебе гарантирую, что большее количество людей, которые смотрят вот это видео у нас сейчас с тобой, скорее всего, смотрят в приложении, которое я помог запустить. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Гейм-деф – это гигантская индустрия, так же, как и кино. Гейм-деф больше, чем кино. То есть люди, которые сидят в Брянске и рисуют 3D-анимацию для фильмов, или русские фрилансеры, которые сидят на Гоа и делают то же самое, они зарабатывают большие деньги, потому что это дорого стоит. Мы делаем контент для игр, кино, медиа, сериалов, в первую очередь в Калифорнию, но у нас клиенты со всего мира. Офис у нас находится в Лос-Анджелесе, штаб-квартир, производство в России, но также мы делаем команды Бразилия, Австралия, СНГ. У нас люди со всего мира, потому что сейчас уже нельзя сказать, что Call of Duty сделан в Америке. Он сделан вьетнамцами, индусами, русскими, украинцами, американцами, англичанами. То же самое World of Tanks, то же самое другие проекты, это уже глобальные корпорации. То же самое у нас, у нас люди со всего мира. Вам заказывают, условно говоря, кто-то делает компьютерную игру, и вам заказывают какое-то количество графики. И платят бабки. Мы помогаем большим компаниям делать контент вовремя, потому что игры становятся все сложнее, все крупнее, и все в офисе невозможно производить. И поэтому они делегируют, делегируют графику программирования талантом по всему миру. Мы в этом им сильно помогаем. Смотри, а если, например, мы решаем, что в Дудю нужна графика, или, условно говоря, вот географические и какие-то наши передвижения, мы хотим просто такую, ну, суперкарту про то, как мы из Москвы сначала в Сан-Фране, потом в долине, и потом по деревне. Сколько это будет стоить у вас? Все зависит от того, как бы, какой у тебя тезер. Если ты четко определил, что ты хочешь, это одна сумма. Но если ты такой, Макс, дай по-другому, а слушай, вообще все, все надо переделать, это третье. Ну вот мы определились. Стоит от 10 до 100 тысяч долларов такое. Но! Все зависит от того, можно ли это показывать. Разрешишь ли ты выкладывать это у себя? Плюс приятно ли с тобой работать или нет. Плюс мы хотим такого клиента, как Юра себе в портфолио, поэтому можем сделать себе просто закручку кофе. Ты из Ульяновска. Как ты из Ульяновска оказался в Кремниевой долине? Я начинал работать с 9 класса. Вначале с русскими, потом очень сразу переключился быстро на американцев. С 9 класса я работаю уже с американцами. Кем? Я начинал как дизайнер. Я делал сайты, логотипы, приложения. Потом начал делать компьютерную графику. Я делал графику для многих игр. Call of Duty, Fallout, World of Tanks. Я потихоньку рос. Сначала художником, потом я стал главным художником, потом начал руководить людьми, потом открыл свою компанию. Для World of Tanks мы делали много танков. Объекты окружения, бочки, самолеты. Что только мы не делали. А потом ты видишь, это в игре, миллионы людей покупают этот танк за реальные деньги. У тебя внутренний оргазм. Думаешь, блядь. Как это выглядело? Ты в Ульяновске, в своей квартире. Хрущоба? Да. В Ульяновске. Как ты рисуешь? Что это? Планшет специальный для рисования? Я покупал планшет. Да, вначале у меня не было планшета, у меня была одна мышка. Я рисовал, рисовал очень коряво. Смотрел на работы других и не понимал, что с моей рукой не так, почему все так кривовато. А потом понял, что оказывается, надо купить планшет за чуть ли не всю мою зарплату. Так. И я накопил, мы скинулись с родителями, они меня сильно поддержали. Купил планшет и пошло-поехало. Оказывается, можно рисовать очень удобно с помощью компьютера. Подожди, а у тебя есть какие-то художественные таланты? Или ты просто как... Я учился в Кульке, это университет искусств в Ульяновске. Я был очень плохим на самом деле студентом, мне стыдно, потому что вместо того, чтобы рисовать живопись, понимать Айвазовского, я рисовал каких-то зомбаков, монстров там, сисястых баб. Потому что я вдохновлялся играми. Учителя мне ставили тройки, я приходил вечером, делал это все, и американцы говорили, чувак, great, we love you. Я такой, я отличник или троечник все-таки? Кто я на самом деле? В чем был большой плюс? Я не спорил. У нас очень большой, на мой взгляд, пока еще в России слом, то, что мы считаем, что фидбэк, обратная связь, это всегда хуёво. Я говорю, Юра, у тебя надо сменить джинсы, и ты такой, пошел на хрен, Макс. Ну, типа того, понимаешь, как многие там доведут себя. А я такой, отличный фидбэк, спасибо. Потому что я понимал, что я начинающий, а они разбираются лучше. Я не спорил, я просто говорил, давайте сделаю так, давайте сделаю так. Или вот вам два варианта. Потому что очень часто американцы очень сильно заняты, и они говорят, вот, слушай, сделай нам танк для Call of Duty как раз. Ты такой, окей, а где рефенс, где фотки, где что? Они говорят, разбери сам. И по сути, наша задача, донести им так, чтобы они просто сказали, вариант А, с этой гусеницей, нужно завтра, все, мы должны домыслить до них иногда. А частенько многие другие начинают говорить, так, где четкое ТЗ, я не могу без четкого ТЗ, пришлите мне четкое ТЗ. Но часто у клиента нет времени на это. А, то есть, короче, инициативность и самостоятельность, это кайф. Инициативность, самостоятельность и возможность предикт, предугадывать, что нужно клиенту и предлагать варианты. То, что, на мой взгляд, очень сильно помогает. Когда ты не знаешь, что делать, сделай два варианта, лучше три. Скажи, то, как вы просили, то, как я думаю, и вообще совершенно крейзи вариант другой. Клиент это оценит. Это вся долина. Она есть. Это вся Кремниевая долина. Вот, ровно все ее границы тут видно. Пало-Альто, Маунтинг-Вью. Оттуда начинается Сан-Хосе. Сан-Хосе — это откуда долина началась. Там начинались полупроводниковые компании Fairchild Semiconductor, которые получали гранты американской оборонки. На них делали компьютеры первые, исключительно для оборонки и для НАСА. И там начала теплиться жизнь. Выпускники Стэнфорда наконец-то поняли, куда им идти, где много зарабатывать. Все началось в 50-е. Началось все со Стэнфорда и очень либеральных понятий тогдашнего руководителя университета, который начал спонсировать своих бывших студентов и давать им офис, какое-то помещение под офис. И, в принципе, начал вот эту идею венчурного капитализма, по сути. Так родился Хьюлитт Пакальт. Сама идея, что мы будем растить таланты и будем в них верить настолько, что будем давать им деньги, чтобы они попробовали что-то стартануть в этой новой тогда еще вообще неизвестной какой-то теме полупрободников, процессоров и так далее. Она как бы началась со Стэнфорда. Потом сюда приехал создатель собственно транзистора, который создал такую компанию и она была достаточно деспотичной, ну он был достаточно деспотичный гений и в результате от него ушло 8 человек. самых ключевых инженеров. Эти 8 ключевых инженеров их назвали предательской восьмеркой Traitors 8, которые на самом деле создали второй очень важный элемент долины. Это вот эта текучесть идей, толерантность к тому, что люди могут взять, уйти из своей компании, стартануть свою компанию и это окей. Они все ушли и потом они в результате основали все самые ключевые компании, типа Intel, AMD и так далее. Они все были так или иначе связаны с этими восьми чуваками. То Стэнфорд по сути это колыбель Кремниевой долины и отсюда есть основатели Google А, топ-менеджеры Facebook, Microsoft, Electronic Arts, LinkedIn. Все они учились здесь или по крайней мере поступили сюда? И не все закончили? Далеко не все закончили. Я сейчас попробую историю появления Стэнфорда уложить максимально коротко. Был очень богатый человек, который обогатился на железной дороге. У него умер 15-летний сын от ТИФа и в его честь он решил создать университет. А это правда, что тогда, 150 лет назад, создать университет в память о ком-то это решение, которое вызывало вопросы у окружающих? Действительно вызывало, но вызывало не из-за того, что в память кого-то, а вызывало, потому что Калифорния тогда это были задворки мира. Идея того, чтобы в Калифорнии можно было создать что-то разумное, это было сложно кому-то представить. Более того, уже был университет в Калифорнии, на другой стороне Сан-Франциского залива был университет, который сейчас является одним из самых выдающихся университетов Америки, университет Беркли. И это был государственный университет. И я думаю, что над Стэнфордом очень многие смеялись, что он пытается создать нечто, что будет конкурировать с Берклией. И вообще, зачем Калифорнии нужен второй университет? Как много изменилось за 150 лет? Изменилось очень много. На самом деле, даже не за 150 лет, а, возможно, за меньшее количество лет. Потому что еще, наверное, к началу Второй мировой войны вряд ли серьезные университеты на восточном побережье, Гарвард, Йейл, Принстон, думали про Стэнфорд как своего конкурента. И вдруг все внезапно изменилось буквально за 15-20 лет. Главный гараж долины это не гараж Джобса и Возника, Это гараж Хьюлит-Паккард? Да. С него все началось. С него началась вся эта культура. То есть и Хьюлит-Паккард был первой такой историк, которую вот Стэнфорд проспонсировал. И в этом гараже родилась вообще зерна культуры этой долины, которая, собственно, потом все компании начинались в гараже, включая Google, который начался в гараже Сьюзан Войчевски, которая, собственно, теперь CEO Ютуба. Наша королева. Что это такое? Это кампус Стэнфордской бизнес-школы. Вы произносили такое слово, как гараж стартапа? Угу. Стартап-гараж. Что там происходит? Или Стэнфордская венчурная студия. Очень интересная история, потому что лет, наверное, пять или шесть тому назад мы решили открыть то, что мы назвали стартап-гаражом, чтобы в течение одного семестра или квартала в Стэнфорде обучение идет по квартальной системе, по четвертой системе, в течение одной четверти наши студенты в бизнес-школе научились ручками, каким образом быть предпринимателями. То есть в течение четверти получилась возможность собраться небольшими коллективами, организовать свой собственный стартап, обсуждать разные идеи, где они получают помощь наших выпускников, ангел-инвесторов, вечерин-капиталистов, профессоров и тому подобное. И это была изначально идея не для того, чтобы эти стартапы потом стали реальными стартапами, а эта идея была, чтобы студенты первого или второго года обучения, чтобы у них была возможность пощупать и почувствовать и получить некие навыки, каким образом стать интерпренерами. Когда мы начинали, мы думали, что это исключительно учебный процесс. Это как один дополнительный курс, у нас очень много потрясающих, интересных курсов. Но за 5-6 лет все изменилось. Потому что оказалось, что теперь достаточно студентам в течение одной четверти собраться вместе из бизнес-школы, из школы инжиниринга, из медицинской школы, какую-то создать интересную идею, проработать буквально без получения каких-либо денег, какого-либо финансирования и получения помощи от Стамбургского университета в течение одной четверти. И в нетривиальном числе случаев это приведет к реальному стартапу. И уже есть фирмы, которые вышли из этого стартап-гаража. И они реально зарабатывают деньги? Они реально уже подняли очень серьезные деньги от серьезных венчин-капиталистов и отдельно из них уже стоят миллиарды долларов. Ничего себе. Привет. Толик. А Толик? А что ты тут делаешь? Я? Чек? Все, от инвесторов? О, пацаны? Да. А что так? Слушай, на чек, на самом деле, на страховку медицинскую моей жены. Да? Да. Вешеные бабки стоят. Я делаю тут PHD в Стэнфорде. А откуда ты? Я из Краснодара. Я долго прожил в Москве, потом уехал в Норвегию, потом вернулся в Москву, потом в Забилу и уехал сюда. Ты же айтишник, да? Короче, я кофаундер, как обычно здесь. Но в целом я делаю, как бы, я занимался очень долго геолого-разведкой. Ага. И я делаю такой комбинейшн артифишл, искусственный интеллект в геологии. А зачем искусственный интеллект в геологии? Ну, например, компьютер-вижн, то, что сейчас как видите, autonomous cars есть, в машинке ездят и распознают там деревце, пешеход, там еще что-нибудь. А вот под землей мы не знаем, что происходит вообще. У нас нет, у нас нет какого-то сканера. У меня есть какие-то, какая-то информация, которую мы можем получить из источников. Ничего не запускают туда? Да-да-да. Нет-нет, есть, например, условно говоря, какие-то акустическая информация, сканер, да? Но он не дает нам true информацию. То есть это не universal truth, это не настоящая информация. Но и некоторыми словами можно понять, используя искусственный интеллект и компьютер-вижн, что на самом деле происходит под землей. Ну, условно говоря, да. Чувак, которого мы встретили в Стэнфорде. Ты его знаешь? Да, мой брат. Это друг моего брата, которого, собственно, его примером вдохновился и тоже за ним переехал. Они рядом живут. И он будет делать стартап на почве геологии. Я надеюсь, что у него получится. Вот это, видишь, самая классная штука. Ты приезжаешь с совершенно разными бэкграундами, ты приезжаешь из совершенно разных мест, но ты заражаешься вот этим духом предпринимательства. Очень легко быть в среде, где тебе кажется, что ну как, ну какой из меня ты предприниматель? Это надо или вот быть сыном кого-то, или надо быть сумасшедшим каким-то отморозком. Ну, я так думаю про себя, например, в медведку у себя. Что ну как, ну куда мне, какое предпринимательство? Ну ладно, сюда люди приезжают и вот эти условия, это настолько естественно, что там каждый водитель Uber на самом деле параллельно предприниматель или там продавец в супермаркете. А что предпринимательство дает обществу? Ну то есть чем это лучше, чем просто быть работать на государстве? Предпринимательство дает обществу устойчивость. То есть экономика, ну на мой взгляд, должна быть как гроздь винограда. То есть много маленьких отдельных сладких ягод, которые в целом дают такой большой плод. Когда у тебя экономика как один большой арбуз, если ты его уронишь, то ну и пипец арбузу всему. А когда у тебя экономика как гроздь винограда, то у тебя есть большое количество, у тебя есть естественный отбор, у тебя есть конкуренция, у тебя есть большое количество разных идей, которые тестируются параллельно. У тебя есть вот эта текучесть и адаптивность, которая позволяет в резко меняющихся условиях обществу быстро реагировать. Не было интернета, была одна экономика. Появился интернет, бац, и там куча-куча-куча мировых бизнесов порушилось, таких глобальных, таких монстроидальных. Но при этом огромное количество в обществе, где предпринимательство — это норма, мгновенно на их место пришло огромное количество новой крови, новых компаний, которые через некоторое время стали фейсбуками, гуглами и другими многомиллиардными корпорациями. В мире, в котором в 92-м году никого из них в помине не было, и они были невозможны. Здесь учится с этого года Даша Навальная. Я читал новостях, к сожалению, я ее не видел. Здесь много учатся русских, очень много китайцев, индусов. Да, они учатся, они получают здесь образование, они становятся частью общества и понимают это. И у нас очень много клиентов здесь, и они показывают, что такое Стэнфордс. Это же дух предпринимательства. То есть дело ни в каких знаниях даже, в МГУ не хуже. Здесь именно показывают то, как ты можешь открыть завтра свой стартап, подойти к своему же декану или профессору, и он даст тебе 5 миллионов долларов на первый раунд инвестирования. У нас есть друг Тони, он получился здесь, он сделал свой стартап по обучению детей программированию. Первый его инвестор – это его же как раз преподаватель по математике. А взлетел стартап? Да. И преподаватель кэшился миллионами? Пока он не вышел ни на IPO, он пока не кэшился, но в акциях он очень сильно уже выиграл. Потому что они получили второй раунд инвестирования, и преподаватели Стэнфорда… А они просто отщипывают от своей зарплаты? Типа свои сбережения, да? Свои сбережения, либо то, что они заработали на других стартапах. То есть я очень хотел бы, чтобы я в Ульяновске подошел к своему декану и сказал, а Валерий Николаевич, как раз можно выделить пару миллиончиков? У меня тут как раз проект мечты. И, к сожалению, там это пока невозможно. Если вы, например, профессор Стэнфорского университета, или вы студент, или уже вы сотрудник университета, и у вас появляется идея, то университет дает вам такую возможность эту идею продвигать, эту идею вынести за рамки университета, и эту идею потом коммерциализировать. И университет оказывает немалую помощь, как формальную, так и неформальную. Например, с помощью огромного количества выпускников университета, которые помогают вам эту идею развить, помогают советам, помогают финансами. Но главное, что в университете существует культура и понимание, что это очень приветствуется. И таким образом очень немало количества, например, профессоров Стэнфорского университета, у которых свои собственные стартапы. Но они инвесторы? Нет, нет, они основатели стартапов. Они именно основатели стартапов. Я вам приведу конкретный пример. Был один профессор Стэнфорского университета, который был специалист по биохимии. И у него была некая идея в его лаборатории, где он придумал то, что правильно надо сказать, искусственное мясо. И, наверное, если бы, возможно, он был бы профессором где-то еще, то эта идея бы и умерла, как коммерческая аппликация. Но, используя свои контакты, используя Стэнфорский университет, он стал основателем или со-основателем стартапа, поднял немаленькие деньги венчурные. И сейчас это одна из самых удачных компаний, которая называется Impossible Foods. А он продолжает работать профессором? Он много лет продолжал работать с профессором. Сейчас он, по-моему, ушел с этой, и стал полностью работать с стартапом, в которой теперь многомиллиардная компания. Но есть и другие примеры, которые, где люди продолжают работать с профессором. Например, другая моя коллега, Дафна Коллер, профессор компьютерных наук, которая основатель очень известного образовательного стартапа Coursera. Она работает профессором Стэнфордского университета. На учебу я ничего не трачу, я трачу на то, чтобы здесь жить, потому что здесь, сука, дорого. А почему? Как ты бесплатно учишься? Спешлтелом? Нет, Стэнфорд спонсирует очень много людей, которые просто приезжают и учатся бесплатно. В обмен на то, что я делаю здесь ресерч, то есть я работаю еще на ресерч ассистен позишн. Слушай, ну, в обмен на то, что Стэнфорд, они сами себя называют фарм, ферма. То есть они как говорят, вы, чуваки, сюда приезжайте, и вы как красточки такие. Мы вас высаживаем, поливаем и прививаем его какие-то ценности. Разные ценности. Там культурные, социальные. А потом вы разъезжаетесь по своим местам, и так или иначе другие люди перенимают эти ценности от вас. То есть это своего рода, я бы сказал, миссионерство, как вот по камину Реала. Или мягкая сила. Отлично, да. Это софт-пауэр, да. Зачем Стэнфордскому университету поддерживать предпринимательство? Стэнфордский университет берет процент от участия в капитале? Это очень хороший вопрос. Два вопроса, на самом деле. Зачем и берет ли? Берет ли – это зависит от того, насколько сильно использованы ресурсы Стэнфордского университета. Я вам приведу два примера. Когда в 90-е годы было создано два стартапа в интернете – Google и Yahoo. И Google и Yahoo были созданы студентами Стэнфордского университета. Основатель Гугла использует достаточно сильно университетские ресурсы. И Стэнфорд пришел к заключению, что поскольку эта технология была разработана, поисковая система была разработана в Стэнфорде, то эта технология как бы принадлежит Стэнфордскому университету. И Google выкупил технологию у Стэнфорда. Поэтому Стэнфорду принадлежал в какой-то момент нетривиальный пакет акций Google. С Yahoo тоже был студент Стэнфорда, но он использовал стэнфордские ресурсы типа «Ночное время» и тому подобное. Джерри Янг. И поэтому, насколько я знаю эту историю, Стэнфордский университет пришел к выводу, что стэнфордские ресурсы не были использованы. И поэтому он не участвовал в акциях Yahoo. Тогда вопрос – зачем университету это? Зачем университету? По нескольким причинам. Первое, потому что это очень естественная очень естественный баланс, потому что очень многим ученым интересно приложение своих знаний. Это очень важно, потому что в многих европейских университетах отношения предпринимается в университете совершенно другое. Там профессор типа на высокой горе сидит, думает и что-то такое великое создает, а кто-то другой внизу горы бегает и пытается все это приложить. Здесь совершенно другое к этому отношение. Это первое. Второе, мы с вами говорили про взаимосвязь, науки, научного процесса и учебного процесса. Это очень важно, потому что во всех этих примерах, которые я привел, очень часто студенты также участвуют в этих практических приложениях новых научных знаний. То есть в реальности, естественно, что большая часть наших студентов не становится профессорами, большая часть после окончания идут в так называемый реальный мир. И когда они учатся прикладывать эти знания, которые они получают напрямую на интересных практических проектах, то они с гораздо большей ответственностью и с гораздо большим успехом могут потом работать в реальном мире. Ну и чисто коммерческая история. Если ты вдруг станешь миллионером, ты будешь донатить им как выпускник. Слушай, абсолютно верно. Плюс к тому, очень много стэнфордских выпускников, они какие-то там VP, там, каких-то очень крупных компаний. Да. Они кироват учу денег донатить на исследовательские группы, на их содержание. И в том числе на тебя. Да, абсолютно верно. Бравильно. А знаете, сколько они собрали в прошлом году? Ну, каждый год они собирают. Ты слышал цифру? Стэнфорд от выпускников? Нет. Один миллиард баксов. Обалдеть. Я пытался представить эти бабки и просто охренеть. Важная вещь про студентов, вот просто 18-летних ребят, которые сюда поступают. Мы выбираем факультет раз и навсегда. Ну, то есть ты выбрал журфак МГУ или экономфак МГУ, ты этому учишься все пять лет. Здесь не так. Абсолютно справедливо. Это одна из самых больших различий между российским образованием и американским образованием. Я поступил в Московский университет в 90-е годы на экономический факультет. Мне было 18 лет. Я не уверен, что в 18 лет люди могут четко дать себе отчет, чем они точно хотят заниматься всю свою жизнь. Биологией, математикой, экономикой и тому подобное. Здесь совершенно другой подход. Вы не поступаете на какой-то конкретный департамент или факультет. Я вообще такого понятия, как факультет, вообще говоря, нет. Вы поступаете в Стэнфордский университет. Первые два года вы занимаетесь чем хотите. Естественно, что у вас есть ограничения. Вы должны взять столько-то курсов, вы должны проделать такую-то работу. Наверное, у вас возникают какие-то интересы. Безумное количество людей, которых, например, начинают заниматься философией, потом переходят на компьютерную науку. Которые начинают заниматься физикой, потом переходят на биологию и тому подобное. И только обычно к третьему году от вас требует, чтобы вы выбрали свою специализацию. Но опять же специализация, которая здесь называется мейджа. Мейджа – мажор. Это не означает, что вы будете заниматься только этим. Это означает, что у вас определенное количество предметов, а также ваш бакалаврский тезис будет по этой теме. На самом деле в Америке существует такое же понятие, такое понятие, как майнер, минор. То есть у многих студентов есть мажор и минор. Это означает, что у вас есть основная специализация, а кроме этого может быть побочная специализация. И эти две специализации ничего общего могут друг другом не иметь. Например, у вас может быть компьютерная наука и экономика. У вас может быть физика и музыка. У вас может быть инжиниринг. И маркетинг. Маркетинг, как бакалавра, вы не можете получить. Есть ограничения по специальностям. Но, например, инжиниринг и биология и тому подобное. Силиконовая долина или кремниевая долина? Я за силикон. Не, вообще я против силикона, но в этом контексте за. Но почему? Правильно, кремниевая. Я так привыкну. То есть, ну, оно силикон вели, силикон, неважно. Оно все равно не про крем и не про тички. То есть это вот просто, это просто слово. В детстве я думал, что это силиконовая долина. Я мечтал попасть в силиконовую, попал в кремниевую в итоге. Почему кремниевая? По-английски силикон равно кремень. Но как-то так получилось, что силиконовая говорит половина людей в России. Когда ты слышишь силиконовую, ты понимаешь, что это неправильно. Мой внутренний отличник по русскому языку постоянно говорит, бля, чуваки, это кремниевая. А потом мой троечник, маркетолог, говорит, силиконовая звучит пиздатель, чуваки. Мой внутренний отличник. Это здорово. Он тоже часто мне проблемы доставляет. Правильный перевод кремниевая. Вот, силиконовая. Можно. Или по колхозному. По колхозному, да. Кремниевая, конечно же. Кремний. Тот, кто говорит силиконовая, сразу же колхоз выдает. Ну, потому что это не силикон, это кремний. Что такое силикон? А как силикон по-английски? Ну, он так же будет. Слово силикон, это транслитерация английского силикон, который кремний. Смотри, вот это центральное здание, да? Центральное здание вот то. Ну да, это все центральный кампус. То есть отсюда начинают... Вот это первое большое здание Сергея Брина и его друзей. Да, у них изначально был кабинет вот в этом здании, где происходили все такие большие решения. А где вот, в каком кабинете они YouTube покупали, как ты думаешь? Я уверен, что там Маракеша, вот в этом здании. Там есть большая такая переговорка, где все решения принимались. Слушай, я недавно освежил, что... Я помню, как сейчас, когда я работал тогда еще в журнале про спорт, и один мой коллега пришел и сказал, что YouTube купили! Это историческая сделка, миллиард с лишним заплатили за компанию. Ты понимаешь, что сейчас, когда, в общем, миллиард уже не деньги, да, в таких компаниях, это выглядит прям забавно. Вот здесь появится, сколько там экспертов оценивают стоимость YouTube сейчас. Я на память просто не помню. Ну, там типа какие-то миллиарды. Долине я пять лет. Давай до этого я общался с американцами через Skype, через почту более десяти лет. То есть я вначале понимал их по тексту, я эксперт в написании английского текста был. Когда я приехал первый раз в Долину, я не понимал ни одного слова, кроме hello и give me money, знаешь. Потом ты начинаешь понимать, что то, что обучали в университете, в школе английский и калифорнийский английский, это совершенно разные вещи. Техасовский английский, это другой. Когда люди здесь говорят great, we love you, fantastic, на самом деле, что они имеют в виду? Это нельзя просто перевести через Google Translate, надо чувствовать. Читать как раз между строк. Что вначале, когда я приехал, я показывал портфолио свое всем, я был окей художником как раз. Все говорили great, amazing. У меня было ощущение, что я какое-то, что в России меня недооценивают, знаешь. Мы русских говорим, так, пойдет вот эта хуйня, это переделать, а так как бы с компотом норм. В Америке все great, amazing, we love you. Я такой, блядь, все, я остаюсь здесь. А потом я смотрю, что такое же они говорят и Джону из Алабамы, и Хану из Индии. Я такой, блин, что-то, видимо, что-то я делаю не так. Вообще англо-саксонская культура общения, она намного менее прямая. То есть, когда наступает такое-то, с разбегу российские разработчики налетают головой на стеклянную как бы дверь лицемерие, как они считают. На самом деле нет, это просто люди воспитаны так. Они считают, что говорить людям, что их работа фигня, это верх невоспитанности. Это хуже, чем человеку кинуть какашкой в лицо. Лучше реально кинуть человеку какашкой в лицо, чем как бы обосрать его работу. А для наших это нормально. Для наших, типа, чувак, ты делаешь полную херню. Она вообще не взлетит. Зачем ты этим занимаешься? Это для нас нормально. А для американцев, для англичан это прям верх оскорбления. Поэтому они тебе будут говорить, типа, this is amazing. Да, то есть, когда человек русский отвечает на вопрос, как у тебя дела, нормально. Это означает, что у меня дела неплохо, хорошо. Вот. Просто я не хочу говорить хорошо, да, чтобы там что не подумали. Только очень близким знакомым я могу сказать, дела у меня, слушай, реально хорошо. Или наоборот, дела у меня прям отвратительно. А американцы всем будут говорить, типа, у меня дела абсолютно amazing. Даже если он стоит, у него как бы кровоподтеки на лице, свежие, да, от того, что там с ним произошло все, что только могло произойти заутро, он все равно скажет, как бы, типа, amazing. Вот. Если у него дела очень плохо, он скажет amazing недовольным тоном. Нам вчера рассказали, что здесь в школе с третьего, с пятого класса преподают сторителлинг. И здесь реальные ученики начальных классов уже умеют делать презентации. Врали или нет? Вот это как раз правда. И на самом деле это еще одно большое отличие, которое нашим ребятам очень не хватает. В принципе, чтобы быть успешными в таких глобальных местах, это умение эффективно коммуницировать. То есть в России, я по себе знаю, просто коммуникация гораздо более прямая, и воспринимается здесь как такая жесткая, грубая. То есть люди не пытаются обтекать углы, не пытаются формулировать аккуратненько вещи, они такие там... И очень часто их просто не слышат. Ну, просто потому что, воу. Детей здесь... Почему я долго рылся, почему же так? Потому что на самом деле нас этому не учат. Нас в принципе в школе не учат. Там, не знаю, презентовать себя, доносить идею эффективно, спорить аргументированно, но не грубо. Этому не учат. То есть ты очень хорошо умеешь разбираться там во дворе с хулиганами, да, там, ты знаешь, как отвечать на вопрос, там, типа, ты кто? А вот как там, типа, пичнуть какой-нибудь идеей стартапа, тебя не учат. Да, у меня вот история, ну, как бы, это отличный пример. Я был очень удивлен. У меня дочка здесь учится, ну, с детства. И ей было, наверное, 8 лет. Или 9. 8. Короче, она приходит из школы домой. Я понятия не имел, что она умеет даже на компьютере что-то делать. Она приходит из школы домой и говорит, слушайте, родители, мне надо компьютер к экрану подключить. У меня презентация. Я такие, чего? Какая презентация? Она подключает компьютер, слайды. У нее идеально структурированная, очень так, явно по технологии, выверенный пич на тему «Нам нужна кошка». И она начинает, типа, нам нужна кошка, вот такие-то проблемы. Ночью мне очень холодно и одиноко спать, и поэтому я просыпаюсь невыспатая и плохо учусь. Нам нужна кошка, потому что если у нас будет кошка, я научусь ответственности и заботе о маленьком существе. Ду-ду-ду-ду-ду. Короче говоря, она за 5 минут пичнула мне кошку. Я вообще был жутко против животных. Как коварно. И теперь у меня есть кошка. Значит, первый раз, когда я приземлился в аэропорту Сан-Франциско, мы с моим партнером пошли снимать машину. И пришли в киоск, где продавец нам рассказывал там про страховку, сколько это будет стоить и так далее, и так далее, и так далее. Спросил нас, что вы делаете, чего сюда приехали. Мы говорим, ну, мы программисты из Беларуси. Приехали, чтобы показать миру свой стартап. Значит, он говорит, ребята, вы программисты, у меня есть такая сумасшедшая идея. Начинает нам рассказывать про свою суперидею, мы называем пичить. Пичить свой стартап. И нас прям накрывает. Если продавец в киоске, который продает аренду машин, носит в себе какую-то идею стартапа и пытается ее пропичить, то, черт возьми, действительно это место, оно прямо пропитано идеями, активными людьми и мечтателем. Для того, чтобы у тебя было максимально много информации, тебе нужно поддерживать социальные связи, нетворк со всеми-всеми-всеми людьми. Пока это одно из главных наших впечатлений от Долины, что здесь люди даже, когда стоят в очереди в ресторан, на то, чтобы столика дождаться, они начинают друг с другом болтать, понимая, что вот этот вот small talk в очереди, этот маленький разговор в очереди, он может помочь им потом. Он может наладить им нетворк. Ну это так цинично. Слушай, ну small talk, на самом деле, это просто воспитание, а это скорее не потому, что оно может помочь. У них нет цели зацепить человека. Но да, я согласен с тем, что народ здесь постоянно пытается с кем-то полезным познакомиться. Это цинично? Я не считаю, что это цинично, потому что людям всем везде друг от друга что-нибудь да надо. Можно в Москве знакомиться с людьми, потому что тебе нужно с ними сделать контракт какой-нибудь или надеяться, что тебя как-то продвинут, помогут. Здесь народ просто об этом честно говорит. Но здесь выстраивать эти отношения намного дольше и сложнее, чем в Москве. В Москве можно встретиться на 40 минут, попить кофе и подписать контракт, условно. Договориться подписать контракт за один ужин. Я думаю, многие так делали. Здесь в большинстве случаев тебе надо с человеком лет пять быть в одной среде, быть рядом, водить детей в школу в одну, ходить, играть с ним в одном гольф-клубе, не знаю, ходить на какой-нибудь кружок по вышиванию. И потом ты такой, Джон, слушай, а чем ты вообще занимаешься на работе? Хотя ты знаешь, чем он занимается. Конечно. Ох. Есть такая штука, как UberPool, когда ты, в общем, вызываешь себе такси, но едешь не один, а, в общем, кто-то по пути к тебе присоединяется, это способ сэкономить денег. Ну, с тем, что обычный Uber стоит 10 долларов, UberPool стоит 5 долларов. А, он собирает просто... Да, да, по пути. Ну, типа, ты дольше едешь, это неудобно, там кто-то в машине появляется, еще что-то. Ну, в общем, я выбираю... Ну, вызывают UberPool, денег тогда не было вообще, то есть там выживали как могли. Значит, плачу свои 5 долларов, и тут посаживается чувак, тоже связан на UberPool, и мы начинаем говорить, что ты делаешь, я предприниматель, мы предприниматель, через там 10 минут мы уже обсуждаем планы захвата мира, но при этом оба чувака не могут заплатить там 10 долларов за поездку в одиночестве. А водила оборачивается и предлагает там инвестиции или что-то еще? Да, да. Предлагает возить нас бесплатно. То есть здесь все этим одержимы? Да, да. Ну, это как Голливуд, да, для индустрии энтертеймента. Ну, это прям болезненно все. Болезненно в смысле? Ну, то, что все одержимы. С одной стороны. С другой стороны, такая концентрация контекста, единого, заставляет всех думать в одну сторону. Это то, что рождает вот эти идеи на стыке. Только в этом контексте, ну, все постоянно об этом думают. И ты ходишь, и ты не можешь об этом не думать. Поэтому, собственно, ну, мне кажется, на стыке такие вообще и появляются идеи. Поэтому долина такая, ну, топовая и перформит. Поэтому невозможно воссоздать долину. Такую плотность контекста скопировать невозможно. Недели здесь, вот в этих кафешках, стоят гораздо больше, чем месяц или год в Москве Four Seasons с кофем. Потому что ты прям здесь будешь впитывать это все. Ну, а как это технически? Ну, смотри, ты сидишь за столиками вон там вот в блинной, да? И что, туда может кто-то зайти, к тебе полезно? Половина людей в полуальто. Здесь 74 тысячи человек. Из них где-то половина – это айтишники. Сейчас мы с тобой шли здесь, в Старбаксе. Каждый второй работает в Гугле, в Линкедине, в Фейсбуке. И они коннектятся очень легко. У нас есть история друга, который работал в Старбаксе, боистый, но при этом думал о своем стартапе. И где он? Нашел первые инвестиции в этом же Старбаксе. Чувак из Гугла просто покупал кофе. Ванильный капучино два в одном. И выписал ему чек. Да, на 100 тысяч долларов. А это типа немного? Это очень маленькое, да. Ну, просто, я думаю, из своих карманных денег бонус за этот месяц отчехлил. Так, а взлетел стартап? Честно, честно только говорить. Мы делали несколько проектов, да. Кто-то выстрелил, что-то нет. У чувака из Старбакса взлетел проект? Мы сейчас с ним работаем, да. Он получил первый раунд инвестиций от… Работаете как фонд? Как партнера. Мы помогаем ему визуальную графику сделать. А про что стартап? Про игры? Искусственный интеллект. Сюда приезжают люди, которые постоянно, ну, давай так, самые амбициозные, самые уязвленные, которые хотят изменить мир, которые хотят спасти человечество. И как только ты поднимаешь на одну ступеньку, типа, у тебя все равно есть следующая ступенька, с которой себя сравнивать. И вот, и просто вот в этой привычке тебе постоянно со всех сторон, там, ты говоришь, что у меня компания стоит десятки миллионов долларов. Чувак поворачивает, там, типа, у меня сотни миллионов. Да, и как бы такое, окей, значит, работаем дальше. Постоянное напоминание, что можно больше, лучше, выше, сильнее. И приходишь на тусовку, здоровьешь с людьми, и как бы вот, встречается чувак, и там, ты жмешь ему руку, и условно говорит, о, мы там, типа, вчера 20 миллионов подняли. Такой, ладно, я пошел. Вот такая история. То, что я заметил, да, то, что работаю с Google, они больше даже сейчас берут людей, у которых нет одного успешного опыта, у которых пять неуспешных провалов. Потому что таким образом человек понимает, что он сделал не так, если он анализирует и думает, в следующий раз он сделает по-другому. Сейчас мы видим тенденцию в долине, все больше. Они больше смотрят на то, что у тебя не получилось. Но если ты проанализировал, они готовы тебя поддерживать. Но сейчас все больше риска нужно. Все придумано. Сделать обычную игру, обычный фильм можно по лекалам. Это уже не торкает. Нужно что-то outside the box, выходить за границы. А как? Пробовать, практиковать. То есть человек с двумя неудачами полезнее, чем с тремя с победами? С пятью неудачами лучше, чем с одной победой. С тремя победами, скорее всего, ты сам уже не хуже Google, и ты сам можешь инвестировать в новых стартаперов. Очень важный момент — это толерантность к провалу. То есть провалиться в долине — это не зашквар. То есть если я смотрю, там, осматриваю какие-то резюме, и там человек мне приходит на собеседование и говорит, вот я там провалил стартап, и вот сейчас ищу работу. Или там у меня было два серьезных провала. Я на это смотрю не как на то, что, о, черт, такое не хочу, да, а как на то, что этот человек, у него есть опыт провала, и значит он более ценный, чем человек, который еще ни разу не провалился. То есть он не лузер, а чувак с опытом? Он чувак с опытом, и более того, чувак, который доказал, что после провала он может встать и пойти дальше. Это суперважно, потому что в том, чем здесь занимаешься, провал — это практически обязательная часть игры. Ты постоянно проваливаешься, потому что ты постоянно пробуешь всякие новые сумасшедшие идеи. Если ты не будешь проваливаться, значит, ты слишком нерискованно стараешься. Вот, это очень важно. И последнее, что, на мой взгляд, наверное, очень сильно влияет, в принципе, не только на бизнес, но и на общество само, это, в принципе, принятие, толерантность к сумасшедшему, тебе незнакомому, необычному, всякой такой сумасшедшей фигне. Потому что, на самом деле, все крутые идеи, они изначально сумасшедшие. Если ты там не можешь принимать людей, которые, я не знаю, как-то одеваются не так, как тебе нравится, или там как-то себя ведут не так, как тебе нравится, или еще что-то такое, то, скорее всего, такое общество, оно не поддержит какую-нибудь новую идею сумасшедшую, типа, а давайте вот сделаем такую социальную сеть, где у всех будут настоящие имена, и они там будут фоточками делиться. Эта идея казалась тогда, когда Facebook начинался, казалась сумасшедшей. В интернете никто свои настоящие имена не использовал. Но как бы венчурные капиталисты верят, дают деньги, потому что, именно потому что они приучены к тому, что сумасшедшая идея – это хорошо. Я не знаю, что они могут провалиться. А «Разбитых надежд» так же много, как в фильме «Ла-Ла Лэнд», когда ты приехал становиться звездой индустрии, а в «Старбаксе» делаешь, наливаешь кофе. Да. И вот это то, о чем говорил в самом начале. То есть, в отличие от «Ла-Ла Лэнда», где для твоего успеха в Голливуде нужен был продюсер из студии, и у тебя не было никакого Ютьюба, чтобы самому взять, парней организовать, с ними там втроем начать снимать интервью и стать звездой. В Голливуде такой возможности не было. Так вот, в отличие от этой истории, здесь такая возможность всегда была. Ты приезжаешь один, снимаешь гараж, или даже не снимаешь гараж, а сидишь дома, вот как парни эти, и фигачишь свою идею, пока она не вырастет во что-то большое. То есть, ты здесь контролируешь свою судьбу. И в этом большая разница с Голливудом. У меня в начале был шок. Мы с другом, мы еще тогда оба курили сигареты, вышли из апартаментов. Здесь курить сигареты безумно немодно. Вот, это вот, если ты на улице стоишь и куришь сигарету, люди от тебя шарахаются, как будто ты героином бахаешься посреди улицы. Ну, то есть, прям вот такое отношение. И, в общем, мы стоим, курим, и останавливается полицейский. Такой огромный джип с кучей фонарей, там сидит такой в бронежилете, морской котик с татухами, прям страшно аж. Он поворачивается и такой, типа, как дела? Мы такие сигареты пороняли. Такие, все, 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 мы больше нет. Там нельзя курить, здесь нельзя курить. Мы думали, здесь посередине хотя бы можно курить. Такой, типа, чуваки, я просто спросил, как у вас дела? Мы такие, типа, нормально, а что? Хорошо, говорит, вы стоите там, где нет пешеходного перехода, пожалуйста, когда будете переходить обратно, убедитесь, что вас тачка не собьет. Говорит, тут реально опасно. Типа, пожалуйста, следите. Отдает нам честь и уезжает. Мы такие стоим в тишине минут пять просто, перевариваем. Что это было сейчас? Почему он остановился? Он просто ехал по своим делам, увидел, что мы стоим в месте, где нас могут сбить. Сказал нам, типа, переходите аккуратно дорогу, уехал. Это что, дядя Степа из книжки? Оказалось, да, здесь как бы полицейские, это прям гордая профессия. Чепчики кидают полицейским. Их любят. Если ты хочешь какой-то сервис себе, который человек оказывает, ты за него должен быть готов заплатить очень много. Даже если это, казалось бы, там, низкооплачиваемый труд, типа, мусорщики, там, сантехники, садовники. Садовники 200 баксов за визит берут. А без них, типа, здесь все зарастет. Да. Вот заросло, кстати говоря, не стрижет лендлорд, вот это все сорняк вокруг нас. Лендлорд. Тогда смотри, чтобы жить здесь семьей, у тебя двое детей, да? Да. Семью из четырех человек. И не то, чтобы вот, 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 как модный рэпер. Сколько здесь нужно денег? Двадцатку. Двадцать тысяч баксов? Да. Не шикую? Да. Ни в чем тебе не отказывает тридцатка? Да. Охренеть. Смотря в чем себе не отказывает. Смотри, зарплата в пятьдесят тысяч долларов в месяц, это значит, что на руки ты получаешь до тридцать. Двадцать пять, да. Двадцать пять. То есть, чтобы нормально жить, надо получать минимум полмиллиона долларов в год? Да. Ну, на двоих. Охренеть. Инженеры в Фейсбуке получают такие деньги? Да. Обычный инженер? Ну, обычный инженер получает тысяч двести пятьдесят в год. То есть, это где-то двадцатка. Но на руки это десятка. Минус. Это уходит на дом, налоги и там, условно, еду. А все остальное он зарабатывает опционами и бонусами. У него автоматом создаются накопления. Плюс пенсионные накопления еще отдельно. То есть, и то год, там, инженер в Фейсбуке может зарабатывать миллион в год. Но на руки он все равно будет получать там тысяч триста. Сколько в дальней не получают программиста? Все очень зависит, но самые... Здесь очень высокий зарплат на программиста. В принципе, самая большая конкуренция за таланты, а не за рынки и не за что-то еще. И не за пользователей. Так вот, под талантами я имею в виду всех как бы специалистов. Так вот, ну, самые начальные зарплаты после колледжа инженера и программиста порядка 120 тысяч долларов начинается оттуда. В год. Да, и дальше как бы... Важный момент. 120 это грязными. Да. На руки они получают 60. Ну, если 120, то на руки они получают, скорее всего, 80-90, потому что там прогрессивная налоговая шкала. С 30 процентов начинается. Если уже опытный, тот, кто переезжает в статусе способного чувака из России. Ну, тогда 200-300, и когда ты начинаешь показывать результаты, то есть очень важно, все меряется результатами. Тут как бы никого не интересует особо твои чины регалии или твои, я не знаю, какие-то бэджики. Если ты не делаешь что-то толковое, то ты зарабатывать не будешь. Если ты делаешь что-то толковое, то не важно, что у тебя нет образования, например. И ты будешь зарабатывать там 500 миллионов, и так далее. Сколько стоит недвига? Я снимал за 3 тысячи долларов маленькую комнатушку. Главное, и был плюс то, что 5 минут. Комнатушку или квартиру? Комнатушку. Но рядом, прям с гуглом. Я делил ее с соседями, да. Я знаю, что нормальный дом можно снять за 5-7 тысяч долларов здесь, но не рядом, в центре, а десятки. Это только на недвижимость. А если покупать? Покупать 5-10 миллионов долларов здесь. За вот 120-метровую хибару? То, что ты представил сразу, красиво точно нет. Это еще дороже. Не, 120 метров, картонные стены, соседский дом в 3-х метрах от тебя, это может стоить 5 минут. Небольшая лужайка, да? Причем, многие здесь живут именно хорошо айтишники, те, кто обслуживает половину за чертой бедности. То есть это тоже обратная сторона долины, что Пало-Альто был маленьким городком. 30 лет назад, если посмотреть даже фильм Джеймса Франка, он здесь родился, он снял про Пало-Альто свои воспоминания, это обычный город. Просто когда-то айти здесь летело. Но это всего лишь 10% населения было, сейчас это 50%. Остальные, у них не все так хорошо. А как возможно, что вот здесь вот дома за несколько мультов долларов, переходишь дорогу и звездец? Для меня это до сих пор загадка Америки. Это не только здесь, в Лос-Анджелесе, ты идешь, идешь, все элитно, премиально, перешел улицу, уже homeless people, crazy, и тебя угрожают стволом. Вернулся назад, 5 метров, все отлично, рядом корги. То есть это из-за... Да, почему? Это из-за того, что здесь муниципалитет, каждый получает финансирование от этого района. В Пало-Альто живут айтишники, здесь у них есть деньги на полицию, на пожарников, на очень довольных пожарников. Вы из Пало-Альто нет айти, там очень криминально, и у них, соответственно, нет денег ни на полицию, ни на медицину. Но это же район города, он один... Но они отдельно получают финансирование, каждый по-своему. То есть поэтому в Москве сложно представить того, что вот сюда ходи, вот сюда никогда не ходи, даже днем. И в Сан-Франциско даже американцы говорят, чувак, обойди это страной, никогда. Ист-Пало-Альто еще совсем недавно был номер один местом по убийствам на душу населения в США, выше Нью-Йорка, выше чего бы то ни было. Это было первое место в Штатах, где использована система оповещения и вызова полиции, когда триангуляция по динамикам таким, и выстрел автоматически отправляется полицейская машина. То есть если ты в восточном Пало-Альто хочешь привлечь внимание, они тебя ограбят и еще что-то, не знаю, стреляя в воздух или в кого-нибудь. И сразу же едет моно... Подожди, датчики в воздухе есть? То есть... Аудиосистема, которая вычисляет, триангулирует твою локацию по звуку выстрела. Охренеть. Все еще работа или нет, не знаю, но точно была. Но при этом ты перешел дорогу и офис... Через дорогу, да. Ну, Apple Купертино, но Facebook, да. Ты перешел дорогу и офис Фейсбука. Facebook, Стэнфорд. 200 тысяч долларов в черта бедности в этом месте. То есть они подумывают о том, что если ты там... Тем, кто меньше 200 тысяч, да? В год. В год. Так, так, давай пересчитаем, чтобы людям было понятно. То есть кто меньше зарабатывает, чем 17 с половиной тысяч долларов в месяц... В месяц. Если я правильно все посчитал. Ну, примерно. Ну, плюс-минус, да. Да. То ты бедный. И просто бедный, тебе помогать нужно. Если у тебя меньше 17 с половиной тысяч баксов. Ну, это правда, потому что... Во-первых, мы считаем сразу, как вот баксы, мы же не считаем, что государство нужно отдать. А, есть федеральные налоги, которые считают эту сумму большой, с нее много налогов заберется, очень дорогая недвижка, сумасшедшая медицина. Я вот не сильно больной человек, у меня, в общем-то, железное здоровье, но у меня там 20 тысяч долларов в год трачут на медицину. На страховку? Там, да, получается, страховка, плюс какие-то там минимальные вещи, двадцатка. Ты пломбу ставил когда-нибудь в долине? Нет, я полное техобслуживание себя делаю в России всякий раз, пользуясь случаем. Потому что оно еще и быстрее. То есть в России важно не только дешевле, лучше. То есть если ты приходишь к врачу в США, ты ждешь час в очереди. Хотя ты за это платишь там тысячу долларов. Стукачество, кстати, отдельная тема. Есть здесь, да? Конечно, есть. Оно не просто есть, оно классное. Ты начинаешь, сначала ты приезжаешь такой, типа, что? Как можно настучать на своего соседа? Вот. А потом ты понимаешь, что это офигенно удобно. То есть у меня, меня бесит, что сосед свои мусорные контейнеры оставляет так, что из них воняет мне на место, где я ем барбекю. Да. Я смотрю, что он это оставляет не по нормам. У меня есть какие варианты, да? Я могу пойти к нему и сказать, типа, дружище, а давай ты будешь свои контейнеры увозить? Он мне скажет, да пошел ты нахрен, мы подеремся. Ну, или мягко мы поссоримся и будем друг другу долго-долго гадить. А я могу просто поднять трубку, позвонить шерифу и сказать, шериф, брателло, тут, короче, сосед мой контейнеры оставляет, бесит. Разберись, пожалуйста. И шериф поедет и скажет, чувак, убери контейнеры или я тебе еще раз приеду и я штрафую. Все, у тебя есть прекрасный медиатор. Ты так делал? Нет, но я вот сейчас заложу одного соседа. Ну, для тебя это не западло будет. Вообще нет. К этому надо прийти. Тебе нужно, во-первых, начать доверять шерифу как своему другу. Понимать, что этот чувак не может хотеть от тебя денег. Единственное, чего хочется... Согласись, это сложно. Это очень сложно. Одно из моих таких первых поездок мне было важно. Я сделал резерч и нашел дома Джобса. Старые дома Джобса, текущие дома Джобса. И это было очень интересно, почему? Потому что, ну, как раз, к сожалению, это был момент, когда Джобс только-только умер. И, то есть, я прихожу к этому дому. Во-первых, меня удивило, что дом не какой-то стекла и бетона, а скорее такой, как коттедж у Хоббита. Прям очень-очень консервативный старый домик. А у него же тема, что он всегда ездил на Мерседесе 500SL, и причем всегда ездил на новом, чтобы не ставить на него номера. Ездил без номеров, парковался на местах для инвалидов. И потом машину, как только пора уже ставить номера, там, я не помню, в какое время, там, полгода или год, он вместо того, чтобы их ставить, отдавал машину обратно в дилершип. Дилершип продавал его кому-то новому, потому что это машина Джобса, а Джобсу давал новый Мерседес. Ну, вот эта история, что это не стекло бетона, а дом Хоббита, это что, это менталитет, или это просто история классического айтишника? Некогда. Ну, зачем? Работает, да, то есть, некогда, это как 50 черных водолазок одинаковых. У него другой еще дом, собственно, дом, в котором он рос, дом родителей, ну, тоже такой маленький домик и гараж, в котором все построено. Для меня вот в Долине интереснее всего именно ходить по таким местам, когда ты видишь вот этот простой дом, вот этот простой гараж, человек здесь начал. То есть он не придумывал никаких промежуточных шагов, потому что начать что-то делать, то, что мне нужно какие-то инвестиции поднять, там, куда-то пойти доучиться, еще что-то. А он сел в свой гараж и делал что-то, потому что ему было интересно прямо здесь и сейчас. Я считаю, что так великие компании создаются, и это интересно видеть. Нам рассказывали, что Сергея Брина можно встретить в городе просто без охраны. Да, он детей водил два года в нашу школу, потом их мама сказала, что там слабая математика и в соседнюю их перевела. И единственная охрана, которая была, это такой лет 60 мужичок в белом приусе, как бы постоянно спал на парковке, ну, делал вид, что спал. И какие-то садовники подозрительные ходили каждый день в лесу, что-то они делали в лесу почему-то. Ты думаешь, это охрана? Это сто пудово была охрана, потому что как только они детей оттуда забрали, садовники испарились, и этот мужик в белой машине, они это делают незаметно. Ну, не напрягают. Вообще не напрягают. То есть, если ты их специально не будешь там искать и каждый день смотреть, типа, ага, вот ты новый чувак, то ты их не заметишь никогда. У Цукерберга больше охрана, там его прям загоняют в фургон, за фургоном едет еще фургон, то есть там какой-то у него президентские амбиции по охране. А у Брина, у Пейджа, вот Тим Кук, да, он ходит в тот же самый фитнес, в который я хожу. Правда, он ходит туда в 5 утра, чтобы его люди не доставали. Питчами, предложениями стартапов, да? Да. Ну, вот казалось бы, да, и в сериале «Миллиарды» они друг над другом, нью-йоркские трейдеры, да, ржали, говорят, типа, ты что, ходишь в фитнес с другими людьми в нем? Да, как бы, ты что, типа, бедный что ли? А Тим Кук, на секундочку, да, гендиректор Apple, ходит в Equinox, который стоит 100 долларов в месяц, и любой себе может его позволить. Почему так делать? Потому что он ему удобно, комфортно, почему он должен быть каким-то особенным. Здесь не круто выделяться. У меня куча соседей, которые намного богаче меня, и у них у всех очень простые машины, простая одежда. Понтоваться деньгами в долине, это прям зазорно. Прям вот, в тебя будут пальцем показывать, говорит, фу, понторез. Мы вокруг, вокруг сейчас, видимо, живут небедные люди. Да. Мягко говоря, тут заборов, ну, небольшой я вижу, вон там решетчатый, а так, чтобы большие, здесь не принято строить. Да, здесь запрещено, на самом деле. Было не принято, а потом, когда русские стали приезжать, они сделали, что запрещено. Во-первых, аллеи не бегают, им некомфортно от того, что забор, во-вторых, он мешает, он давит на соседей. Тут каждый обязан поддерживать сквозной проход через свой участок. У тебя должна быть по закону дорожка для всадников. Ты должен за свои деньги построить специальную по их какому-то там ГОСТу дорожку, по которой комфортно лошадками копытами цокать. Если ты за ней плохо следишь, тебя заложат соседи и скажут, вот мы за своей частью следим, а этот козел не следит, оштрафуйте его. В Долине огромный дефицит девушек. Здесь девушек чуть ли не 70 на 30 соотношение, 70% мужиков. 70% мужиков. Да? А как парни живут? Вот эта шутка из сериала Кремлевая Долима. Вчера была отличная тусовка, там было сразу 8 девчонок. Это близко к правде. Это близко к правде. Для меня тоже это был небольшой шок после Москвы-Питера, когда ты привыкаешь к красотам России, ты приезжаешь сюда и ты такой не понимаешь, что вообще, а где они всех прячут от тебя, что ли? Или что происходит? Как здесь ищут девушек? Здесь? Здесь, ну вот, их меньшинство. Слушай, ну, я не эксперт, я безнадежно женат, но мне постоянно жалуются на это друзья, которые говорят, все, нафиг, все, я полетел в Одессу. Я говорю, куда ты полетел? Чего у нас работы полно? Он говорит, я больше не могу, я улетаю в Одессу. Короче, дай мне, типа, неделю. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, ты, говорит, Тиндер тебе показать, начинает мне показывать Тиндер, и действительно, если бы я искал бы с кем познакомиться, там, завести какие-то отношения, ну, не уверен, что я делал бы это через Тиндер, но если бы я делал это через Тиндер, я бы там очень бы долго листал. А здесь реально просто демографически мало женщин. Еще современ же золотой лихорадки, да? Да, их там, ну, никто не знает, сколько их приехало с землей, переписывали только людей, приехавших через порт. В 49-м году въехало 70 тысяч человек, из них всего тысяча была женщин. Это... Один к 70. Один к 70. Ну, в целом... И это были чьи-нибудь жены. То есть свободных не было совсем. То есть у них реально тогда был в 1849-м году гей-квартал в Сан-Франциско. С тех пор все ЛГБТ-комьюнити тянется со всей Америки сюда, потому что тогда это стало здесь нормальным. Так, ну, сейчас реальный вариант только приезжать с женой своей. Да. Ну, либо он приходит и говорит, я больше не могу, я поехал в Одессу, или там, в Минск, или в Москву, или в Киев. Я переехал со своей женщиной, потом мы расстались, в целом сейчас моя девушка, она русская тоже. Здесь беда. В этом плане это беда, но если посмотреть с позитивной стороны, ничто не отвлекает тебя от работы. Даже палютцы ночные. Ну, там, все, да, в какой-то момент пропадает все. То есть ты как бы только просыпаешься и думаешь о том, что фигачит дальше. Слушай, вот там береза. Да. Береза повсюду, чувак. В каждой стране, в которой я жил, я жил в пяти странах. Везде было у дома береза. Почему мне в школе рассказывали, что березка это чистая история, которая вот из русской почвы может расти? Потому что березка это метафизическое понятие. Та березка, которая березка, ее тебе действительно не хватает везде, кроме как в России. С ними надо осторожнее. Знаешь, приезжаешь в Россию, березки, они затягивают и не отпускают. Хватит издеваться. Слушай, то есть это еще один школьный миф получается. Да, растение очень распространенное. Берч Три. И никакой ассоциации с Россией? Ну как, у нас с тобой, да, есть. А так люди, в общем, не понимали бы, почему не понимали бы. Почему бы. Это как если бы ты монополизировал пальму и говорил бы там потом во всем мире, что пальмы наши российские. Специально очень мало людей делают мыльные пузыри. Они часто получаются сами собой. И чаще инвесторы делают случайно. Есть пример какого-то академически мыльного пузыря? Терранос. Про него вот сняли книжку, сняли книжку, сняли фильм, написали книжку, расследование, там судят основателя. Элизабет Холмс, блондинка, водолазки, как у Джобса, с таким пронзительными серыми глазами и очень низким, даже ненатуральным голосом, была одержима идеей того, что огромные машины для анализа крови это как бы бред. Надо делать что-то, что позволит каждому человеку дома сдать кровь и получить там типа 150 тестов. Вот. И она под этот вижен собирала денег у инвесторов. Она умудрялась очаровывать лучших сотрудников. На нее реально работали очень крутые чуваки. Она подписывала на сотни миллионов долларов контракты с сетями аптек, которые говорили, да, вот мы вам предоплачиваем ваши девайсы. И в итоге прошло 9 лет, ни девайсов, ничего нет, ничего не доделано, ничего даже и близко не к тому. Компания стоит 9 миллиардов, ее стоит 4,5 миллиарда. А в кэше? Ну там она себе что-то откэшивает, естественно. Это прям конкретно пузырь. Она его надувала в надежде, что она, как бы есть такая долинская фраза, называется «Fake it till you make it», да? Имитируй это, пока ты это не сделал. Тесла — это не пузырь? Слушай, у Теслы есть продукт, у нее есть пользователи, у нее есть армия фанатов, у нее есть сотни тысяч проданных автомобилей. Ну а вот это все акционирование людей, это же, ну, как донаты, по сути. Не совсем донаты. Слушай, там отвратительный финансовый менеджмент в Тесле. Отвратительный. Тесла управляется с точки зрения финансового менеджмента как маленький стартап, хотя это здоровенная автопроизводитель. И себе такого они не имеют права позволять. У компании есть условно денег на счету там на 3-4 месяца жизни. Это непозволительный уровень риска для такой компании. Но при этом у них как бы достаточно устойчивый продукт, у них есть огромная инфраструктура по всему миру, их эти электрические заправки. То есть, ну, это же крутая штука. Теслу кто-нибудь купит, если они начнут. Китайцы? Китайцы не дадут. Почему? Тут сейчас большая политика, как бы Трамп взялся за долину и за все остальное и наделил. Есть такой комитет Сифиус. А Си-Фа-Ю-Эс. Это торговая комиссия, которая решает, кому можно, какие сделки экспортные делать, кому нельзя. И вот сейчас они сказали, что к оборонке надо добавить технологии. Если у вас искусственный интеллект, американская компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, автопилотов или чего-то с двойным потенциальным назначением, то они будут одобрять любую сделку с куплей-продажей этих компаний или даже инвестициями. Поэтому здесь один за другим закрываются китайские венчурные фонды. Стас, ты работаешь в Тесле инженером. Нет. Я инженер-менеджер. Ты босс инженера. Можно так сказать. Переводя на человеческий язык, твое войско инженеров нашпиговывает вот эту вот красавицу всеми теми фишками, про которые мы знаем. Более того, мое войско по сути ответственно за то, чтобы вот это все здесь нормально шло и нормально запускалось. То есть вот конкретно весь этот софт на всей этой тачке. Офигеть. Слушай, ну короче, мы сейчас прикасаемся к будущему просто или к настоящему. На самом деле для меня это прошлое, потому что вот конкретно вот эта прошивка, которая сейчас, я ее видел впервые там, ну грубо говоря, полгода назад. Да. Потому что мы постоянно, постоянно импробуем, добавляем новые фичи и делаем разные крутые фишки, которые постоянно выкатываем ну разным пользователям по всему миру. Здесь вы не видите, здесь просто кусок вот такого большого планшета, по сути. И что он показывает сейчас? На самом деле сейчас он показывает, что мы на Марсе и он делает навигацию по Марсу. Это одна из таких истер-эгов, пасхальных яиц, что мы как будто едем по Марсу. То есть это реальная карта Марса. А зачем? В чем прикол? Ну SpaceX, отсылка. То есть если мы откроем о машине, то здесь будет как раз один из SpaceX-овых кораблей. ну чтобы было ламповое тепло. Ну блин. Это знаешь, как камины вешают на плазмах в офисах? Еще не хватает, знаешь, запаха, чтобы он еще и паленое дерево было. Не хватает. Не хватает. Звук. Звук. Да, звук хороший. А нет ощущения, что вот она горит просто ни у кого? Это что, грядки? Грядки. Для огородников. Ну знаешь, это такая обычная тема. Ты огородник. Тебе нужно что-то поколупаться в земле, порасти для того, чтобы со стрессом побороться. Ну и ты вот выходишь на улицу и растишь. То есть сотрудник, который любит садоводство, он просто, у него есть свой кусок здесь, несколько квадратных метров, он в перерыве. Растит себе вот тут капусту. Ты видел Илона Маска живьем? А, ну я сижу достаточно близко к нему. Но я его каждый вторник вижу. Он в open space сидит? Ну да. Но он не прямо посреди open space сидит. Есть open space, а дальше есть небольшое помещение, оно тоже открытое. Да. И там как бы его открытый кабинет. Вот как принято у всех местных миллиардеров, он вот типа спокойно в офисе со всеми. Да, да. Ну то есть он ходит, он общается. Я его увидел, кстати, в свою первую неделю впервые, я даже не знал, где он, что он. Я выхожу, извините, из туалета, стою в телефоне, что-то там набираю, с кем-то общаюсь, и в какой-то момент кто-то мимо проходит и говорит «Хей, хай». Ну это стандартно, американцы всегда поздороваются со всеми, даже кого не знают. И я такой, ну на автомате, потому что я привык, уже тоже «Хай». Не повернул голову. А потом понимаю, что-то не так, потому что люди все начинают оборачиваться, а люди до сих пор все оборачиваются, когда он куда-то ходит. И я смотрю, а это Илон, собственно, был. Прям живой, настоящий маск? Ну да, живой, живой, да. Это другой мод. А что она делает? Это Крис Иксмас Мод. Она типа презентует себя? Ну что-то в этом роде, да. Типа «иди ко мне водитель»? Можно и так сказать. А! Вот как раз он начинается. Блин. Какой-то пиздец. Смотри, она машет крыльями. А я правильно понимаю, что это такой автостриптиз, да? Примерно. То есть она раздевается, по сути, сейчас, чтобы ты... Да, чтобы ты это увидел и насладился. Я не уйду от своей. Ты смотри. Я от своей не уйду, даже несмотря вот на это раздевание. Призывно! Призывно открывает двери. И здесь вот Купертино, которую вы знаете, да, по Designed California. Грепрезентуют Аэпплы. Да, Купертино. В ту сторону, там, Милпитес и прочие маленькие деревушки. Здесь Mountain View, в котором Google. Вот эти два огромных ангара, это где Наса собирала дирижабли. Вот. Теперь Google арендовал эту штуку. Они ее арендовали на 50 лет из-за аэропорта, потому что там аэропорт для джетов. А у Google топы все летают на private jet постоянно. Да и там не только у Google топы летают. Еще на это Moffat Airfield, где эти ангары, там Юрий и Борисович Миллер проводят свою Нобелевскую премию, которая называется Breakthrough Awards. Но человек сделал свою Нобелевку. Он сказал, Нобелевка не крутая, потому что ее дают старперам за то, что они сделали очень давно. Это вообще все неактуально и список предметов неактуальны. Да и вообще денег мало. Давайте сделаем больше денег за актуальные заслуги здесь и сейчас. И они сделали очень крутую штуку. И ее вручают Цукерберг, сам Миллер Маск. Что ты думаешь о Юрии Миллнера? Я думаю, что мы должны очень гордиться Юрием Миллнером. Это действительно... Ну вот здесь в долине это, пожалуй, единственное российское имя в инвестиционной тусовке, которое абсолютно на таком же уровне, как все топовые местные силиконодолиновские VC венчурные капиталисты. Ну и сделки, которые он сделал и как бы результат этих сделок, в том числе, кстати говоря, и ВКонтакте тот же самый, это очень мудрые, глубокие такие ставки, которые другие, к сожалению, пока что русские инвесторы я не видел, что бы делали. Или там сделка с Фейсбуком, в которую он вложился очень рано. Миллер это такой апостол венчурных инвестиций. Юрий Борисович крут тем, что он, во-первых, первый русский инвестор, который сделал состояние на венчурных инвестициях и всему миру показал, что а, в России есть не только деньги, но и мозги, которые с этими деньгами могут что-то делать, и предприниматели есть в России, на которых тоже можно зарабатывать. Но он же его главной инвестиции не на русском бизнесе же. Потом да, но он начинал с русского бизнеса. Его главный актив был Mail.ru, который он по сути собрал по кускам, вывел на биржу. Потом уже был параллельно с выходом на биржу, он инвестировал в Фейсбук, он инвестировал в Твиттер, он инвестировал в Группон, Зинга, там бесконечный список компаний, в которых он и его фонд DST инвесторы. И он по сути один из наверное двух или трех людей в долине, которые сделали вот эту гонку единорогов. Что такое единорог? Это компания, которая стоит миллиард долларов, и при этом не публичная, не котируется на бирже. Раньше люди что думали? Я делаю компанию, она растет, она будет стоить миллиард-полтора, я иду на биржу, и дальше путь моей компании публичный. Я делаю новые выпуски акций, инвесторы на бирже их покупают, я так расту, я каждый день знаю сколько я стою. Миллер сказал мы можем поднять достаточно много бабла, чтобы выходить на биржу не когда компания стоит миллиард, а когда она стоит сто миллиардов. Есть в фильме социальная сеть, когда Шон Паркер говорит Сукербергу, юному, что типа миллион не круто, круто миллиард, а потом приходит Миллер и говорит миллиард не круто, чувак, сто миллиардов круто. А Миллера есть в фильме? Нет, его нет, но это как бы во второй серии было бы, потому что Миллер как раз прибил все ставки. Все сначала крутили у виска здесь, приехал сумасшедший русский, купил самый дорогой дом в долине, 120 или 140 миллионов долларов. Самый дорогой дом из когда-либо проданных в долине. С забором? Нет, без забора. Ну такой рабица. После этого приходит к Фейсбуку, который не может поднять денег выше прошлого раунда. У них был раунд по 6 миллиардов, им предлагали по 4 миллиарда, приходит Миллер и говорит, чуваки, я даю по оценке 10 миллиардов. И, кроме того прочего, я вижу, что у вас тут проблемы с поднятием денег. Я буду вашим агентом, я вам все следующие раунды буду помогать поднимать. Как адвайзер, как советник. Да, и он их доводит до IPO на NASDAQ, где они стоят, по-моему, 70 на момент размещения. Сейчас они стоят 400-500, в зависимости от цены акций. А на сколько он умножил, получается, то, что вложил? На 7, минимум. Он заработал в процессе на WhatsApp. Фейсбук же купил WhatsApp за приличный процент своих акций. А Миллер в нем тоже был ранним инвестором. Как ты думаешь, это команда же делает инвесторов? То есть он рулит фондом, где есть команда людей, которые предвидят, во что вкладывать? Ну, а еще обладает какой-то чуйкой, интуицией и пониманием рынка. Потому что сейчас самое главное здесь чувствовать, что будет завтра. Сейчас в мейнстриме искусственный интеллект, биомедицина. Виртуальная реальность, которая была три года назад, сейчас очень сильно спала. Уже это не совсем модно. Но биомедицина, или ты занимаешься искусственным интеллектом по орошению как раз земель, это прямо сейчас ход. А что такое биомедицина? Биомедицина, это биохакинг. То, что позволяет тебе жить дольше, наслаждаться своим здоровьем и радостью жизни все больше. Типа эрекция до 80. Отлично, если этот проект точно получит миллиарды долларов. У него очень крутая команда, у него лучшая в мире команда. И это не русские люди? Они разные, есть русские, есть нерусские. Почему он не публичный настолько? Его жена вот дает интервью журналу «Наука и жизнь». И так. Его жена здесь устраивает светскую жизнь, насколько я понимаю, аккумулирует. Слушай, но у них невероятно сложная жизнь. Они самые активные организаторы тусовок в, пожалуй, в долине. Его ежегодный «Гагарин Пати», который по стечению обстоятельств совпадает с названием нашего фонда, собирает здесь самых крутых чуваков в больших количествах. У него каждый день кто-то завтракает дома, каждый день кто-то ужинает дома, каждую неделю какая-то тусовка человек на 30. То есть, когда он здесь, дом никогда не пустой. И это прям ивент-менеджмент сложный, это потоковый ивент-менеджмент. А для чего? Это для души для дела. Юрий Борисович говорит, что венчурные инвестиции основаны на асимметрии информации. У одного инвестора есть чуть-чуть информации, у другого чуть больше. Тот, у кого совсем много информации, ultimately на всех остальных зарабатывает. Поэтому, для того, чтобы у тебя было максимально много информации, тебе нужно поддерживать социальные связи, нетворк со всеми-всеми-всеми людьми. Смотри, по поводу того, что здесь все стартаперы и инвесторы. Условный чувак из Москвы, который каким-то образом насобирал полмиллиона долларов и думает себе хату в центре купить сейчас. Здесь бы это не работало так. Здесь бы он думал, нет, зачем мне что-то покупать за полмульта, я лучше фонд свой открою и буду чуть-чуть давать... Даже не фонд. Даже не фонд. Даже я пойду на метап, на котором будут стартаперы презентовать свои проекты. Просто собрание. Их несколько в день, кажется, здесь. Их 50 в день. Их на Фейсбуке, если открыть события вокруг меня, то там просто устанешь листать. Так, и как это выглядит? Чуваки просто собираются? Просто да, кто-то где-то вымутил площадку, на которой можно сесть. Потом там кого-то знакомый, какой-нибудь Силикон Вэлли банк, который говорит, мы собираемся там, стартаперы на тему биотехнологии. И говорят, классная тема, мы готовы поддержать, мы вам оплатим вино. И у тебя такой фуршетик, ты какую-то сцену сделал, проектов поставил. И приходят сотрудники Гугла, Фейсбука, инженеры такие слухают, мне кажется, эта штука полетит. Давайте я проинвестирую 10 тысяч долларов. И вот так вот люди собирают свою первую сотку. Как работает фонд, например? У нас же всегда матрица, и мы понимаем, что мы проинвестируем 30 компаний. Из них по чуть-чуть. Так. По чуть-чуть это по сколько? По 200-400 тысяч долларов. И это причем уже после того, как они первые ангельские инвестиции подняли, то у них уже есть продукт, получают цифры, выручки иногда даже. И из этих 30 10 будут чувствовать себя очень хорошо. Из них мы выберем из этих чувствующих себя хорошо 5, и в них доложим может быть 7, и в них доложим по миллиону, по полтора сверху. И вот из них кто-нибудь себя будет чувствовать совсем хорошо, вернет нам типа 3x на фонд, а еще 3x на фонд мы вернем со всего остального хвоста. То есть реально для того, чтобы заработать, надо сделать минимум 30 сделок, зная, что ты делаешь, или там типа 100 сделок, не зная, что ты делаешь. Смотри, 30, и сколько из них провалится? Большинство. Большинство. Но какие-то стрельнут так, что отобьют все остальное. Да. И принесут доходность. Статистика неудач в долине очень высокая. Гораздо больше стартапа проваливается, чем стартапы выстреливают. Что интересно, что количество стартапов, которые проваливают сейчас, скорее всего, гораздо больше, чем 15 лет тому назад. И когда я езжу по миру, моя специализация это венчурный капитал, долина, инновационные экосистемы, корпоративные инновации. Я очень часто езжу по миру, и мне очень многие говорят, что смотреть в долине стало гораздо больше провалов. Означает ли это, что долина как бы теряет что-то, теряет свой секретный соус? На самом деле, ровно наоборот. Потому что бизнес-модель финансирования стартапов и бизнес-модель процесс занятия стартапов сильно изменился. Теперь, если у вас есть 50 тысяч долларов, например, 15 лет назад вы ничего не могли с этим сделать, а сейчас вы можете начать новые стартапы. Все стартапы, которые вышли из нашей студии, и все стартапы, которые сейчас становятся очень успешными на слуху, им с отдельными исключениями не нужно поднимать 5 миллионов. Они начинают с подъема 250-500 тысяч, может быть, миллион долларов. И только потом, если они успешные, они поднимают большие деньги. Это означает, что если у вас 15 лет назад была сумасшедшая идея, но не было денег, вам нужно было найти такого же сумасшедшего, у которого было 5 миллионов, в который вам бы поверил бы, то теперь вам нужно найти таких же сумасшедших, у которых было бы, скажем, 250 тысяч. Их гораздо больше. Самая дебильная идея приложение или стартапа, который ты видел. Или самая корявая, смешная. Как в той же Кремлемой долине вот это вот приложение, которое ищет, приложение Бро, например. Ну, я думаю, что невозможно будет пройти мимо Йоу. В какой-то момент, на мой взгляд, это была квинтэссенция вот той лихорадки, когда люди начали вваливать деньги в любое мобильное приложение. Один чувак сделал приложение, которое было одна функция, оно могло послать другому человеку Йоу. Больше ничего писать было нельзя. И вокруг этого было прям всерьез, люди обсуждали, что это будущее социальной коммуникации, что словом Йоу можно высказать много разных эмоций. И вот, да. И они подняли деньги, и в них вложилось сколько-то миллионов долларов дали, чтобы делать Йоу. Ну, не очень полетело. Здесь идеи инвестирования тебя обучают с детства. То есть у меня ребенку там 8 лет, я ему объяснил, что такое инвестировать, и он инвестирует деньги. У него есть там портфолио, на его там карманные, которые он насобирал, на карманные деньги, накопил за последние 2 года. Эти деньги он вложил там в 4 компании, в которые он верит. Он вложил там в Google, в Netflix, в Microsoft и в Amazon. Стоп, стоп, стоп. Виртуально? Или по-настоящему? Ну нет, я за него купил кусочки этих компаний. Настоящую акцию Google. Да, да. И он смотрит, следит за своим портфелем, понимает, что есть такая идея, что деньги это не какая-то штука, которую ты хранишь там где-то в золотом сейфе в своем, а потом тратишь на какие-то красивые там вещи. А деньги это инструмент. Это инструмент, который должен работать. Это как штука, как твой сотрудник, который ты устраиваешь на работу, он что-то делает полезное. Где ты еще пока? Ты им не пользуешься. Вот эта ключевая идея, она очень понятна всем американцам. Их учат с детства этому. Это очень важно. А когда ты понимаешь это, ты начинаешь понимать идею дифферсификации. Что если ты всех своих там ну вот этих солдат, деньги эти все отправишь там в одно место и не распределишь как-то, распределив риски, то ты, скорее всего, ну это очень рискованно. Ты, скорее всего, либо не заработаешь много, либо ты их потеряешь. Рауды и инвестиции не дают просто так за красивые глаза. На каком-то этапе ты должен показывать прибыль. И эта прибыль должна быть кратна. Твоя прибыль плюс скорость, темп твоего роста обеспечивает тебе эвалюацию, какую-то оценку. То есть если там на этапе идеи, конечно, ты приходишь и за красивые глаза выпрашиваешь какие-то там свои первые деньги, да, там 500 тысяч, там миллион, два миллиона инвестиций, ты можешь получить просто за идею и за свое имя. Я Юрий Дудь, у меня там огромный успех на Ютьюбе. Я вот сейчас сделал такую у меня идею платформы, как продвигать молодых звезд для Ютьюба. Вот смотрите, какие у меня выкладки, такие идеи. Дайте мне, пожалуйста, денег, чтобы стартануть. На этом этапе да. Как думаешь, сколько нам дали бы? Ну я думаю, что ты можешь поднять на вот таком этапе на Сиди, ну я думаю, два миллиона можешь поднять. Долларов. Чем мне с ними потом делать? Потом ты наймешь на них, ну в зависимости от твоей бизнес-идеи, но скорее всего ты наймешь на них инженеров. Я думаю, что если ты по-умному будешь поступать, ты наймешь инженеров в России или в Белоруссии там или где-то. И потому что ты будешь платить гораздо меньше и будешь нанимать суперталантливых ребят, которых ты здесь нифига не наймешь. И на эти деньги ты будешь строить свой MVP. Ты будешь строить первую версию своего продукта. Что? MVP, Minimum Viable Product. В моем мире это Most Valuable Player. Я не понял. Понял. Но ты будешь строить какую-то первую версию своего продукта, которая докажет инвесторам и тебе в том числе, что есть так называемый Product Market Fit, что твой продукт реально решает какую-то подребность для людей, для которых ты ее решаешь. И когда ты увидишь, что действительно происходит, что люди возвращаются, что продукт начал расти, в этот момент ты пойдешь и получишь следующий раунд уже на рост. Ты получишь раунд Дэй, который ты потратишь на то, чтобы как можно быстро, максимально, не отвлекаясь ни на что, расти свои продукты, а каких-то там миллионов, миллиардов пользователей. В России, где культура предпринимательства и близко не так развита, есть стереотип. Молодые стартаперы поднимают инвестиции, сразу же спускают их на дорогой офис, тачку в личное пользование, ну, в общем, на всякую мишуру, которая не про бизнес, а про собственное благосостояние. Бывает ли такое здесь? Ну, знаете, бывает все. Потому что здесь десятки тысяч стартапов, и бывает все. но здесь гораздо, наверное, более профессиональные инвесторы. Потому что, когда инвесторы вкладывают деньги в стартапов, они вкладывают деньги в конкретных предпринимателей. И у них рука на пульсе, очень четкая. Более того, они знают, чего ожидать. И, в частности, если стартаперы ведут себя не совсем правильно, то умные инвесторы сразу понимают, на что смотреть, и как этому помогать, и как этому препятствовать. Поэтому, может быть, такие истории, которые в рассказе здесь есть, но они в подавляющем меньшинстве. Потому что здесь, если мы посмотрим на самые удачные стартапы, что будет, когда они станут миллиардами компаниями, и сколько они денег тратят на свои частные самолеты, это другая история. Но когда они начинались, то обычно они снимают самый дешевый офис, а теперь очень часто вообще без офиса. Пытаются экономить деньги на всем, и точно не покупают дорогие машины, я думаю, себе. Идею может предлагать же чувак не программист. Конечно. Идея, она в первую очередь предлагается человеком с продуктовым видением. То есть у тебя есть понимание, я делаю для тех-то и решаю такую-то проблему. И вот это то, что делать как раз продакт-менеджер, ну или в случае стартапа, очень часто эту роль играет основатель. Основатель не всегда программист. Очень часто не программист. Самый частый такой сетап в таких стандартных техкомпаниях это два фаундера, очень часто такая история. Один с продуктовым сложит бизнес таким видением, то есть человек, который может ходить договариваться, который про людей и про проблему. А есть один человек, который технический. Вот это очень часто такая связка, которая доказала свою эффективность. Как Ричард и Эрлих в Кремниевой долине. Ну да, например. Вот 23 года ты совершил сделку, которая сделала тебя долларовым миллионером. Правильно. Расскажи, пожалуйста, о ней вкратце. О самой сделке. О том, как так случилось, что ты сделал приложение «Маскарад», которое выстрелило настолько, что ее купил в Facebook. Ну только я не один сделал. Это большая достаточно команда. А если очень коротко, начал программировать в 14 лет. Всегда мечтал делать стартапы, читал об этом в интернете, в журналах. Основал несколько компаний. В итоге так получилось, что приехал мой товарищ, мой большой друг с детства Сергей Гончар, с которым мы вместе в итоге сделали несколько компаний. В итоге все пришло к тому, что вот мы сделали мобильное приложение «Маскарад», которое достаточно быстро стало популярным и в какой-то момент времени заинтересовалось несколько больших игроков, включая Facebook. И мы подумали-подумали и решили, что это будет правильное, разумное решение на текущем этапе нашего развития. И вот договорились продать компанию Facebook. Это был 25 декабря 2015 года. Я сидел, смотрел App Store, я выкачиваю регулярно весь топ-200 App Store, топ-500, все, что новое есть, ищу новости. Постоянно все-таки копошусь. И я накопошился в новостях белорусских, каких-то региональных, что прошел хакатон. На хакатоне были такие проекты, я посмотрел, думаю, блин, классная идея. Нам было написано, что они обещали к католическому Рождеству выложить App. Я такой, о, 25 число, пойду смотреть, выполнили ли обещание. Говорю, выполнили. Только появился. Вот, я у него кликаю, открываю, думаю, блин, эта тема, она полетит. Она полетит по-любому. Я даже знаю, как ее, короче, продвигать. Смотрю, кто паблишер, там написано индийское имя, я ухень и не ухен. Вот, но это, короче, когда белорусы транслитерируются в латиницу, это очень всегда смешно читать. Она, я вхень и не вхень, понимаешь, да, как бы, я ухень и не ухен. Я реально подумал индусы, думаю, почему же это тоже про белорусов, как бы. Нашел в фейсбуке его, пишу ему сообщение, такой, трынь, и подгружается история, что человек мне писал полтора года, а фейсбук это все фильтровал, и я не видел. Вот, и мне так неудобно стало им. Договорились встретиться, пообщались с ним, пообщались с Юрой Гурским, с которым он в целом был знаком, он был ментором уже проекта этого. Они сказали, деньги нам прям сейчас не нужны, не на что тратить, но помоги нам в Штатах. Ты же в Штатах, помоги нам, короче, в Штатах, вырасти в Штатах. У нас 500 пользователей, мы хотим вырасти. Вот, ну я стал, 500 пользователей было всего. Я был пользователем номер 515, это типа друзья и знакомые, Жени и Сережи, и еще одного Жени. Для тех, кто до сих пор пользуется одноклассниками, объясни, что такое маскарад. Это маски, которые просто появлялись на лицах людей, когда они делали селфаки, или снимали видео. В Инстаграме эти маски появились после того, как они купили вас. Да, в Инстаграме, в других продуктах компании Facebook, такие как Messenger и, собственно говоря, сам app Facebook, это наши технологии, наша платформа и наши маски. То есть, Facebook, он купил у вас не просто приложуху, а он купил технологию, и после этого свои продукты стал ее интегрировать. Да, идея была в том, чтобы купить, собственно говоря, команду, которая занималась разработкой всего этого, всех технологий, арта и сами технологии. То есть, само приложение, как таковое, даже особо не было интересно, а было интересно, чтобы такое же появилось в других продуктах Facebook. Вот это важная вещь. То есть, когда такая компания, как Facebook, покупает приложение, она не иконку из Apple Store покупает, она покупает технологию. Конечно. В большинстве случаев, почти-почти всегда, аудитория, которая есть у продукта, для Facebook, она не так сильно интересна, поскольку на Facebook это там... Там и так нормально. Несколько миллиардов пользователей. Миллиардов. И мало кто может приблизиться к такому числу. Поэтому они покупают технологии и людей, кто стоит за этими технологиями. Это случилось в марте 2016-го? Да. Да. А напомни, сторис инстаграмовские были тогда уже? В этом был план компании Facebook запустить сторис, в том числе на базе масок. Но они запустились позже? Да. Я так понимаю, что одна из причин, почему сторис так взлетели, это в том числе потому что там куча вот этих приблуд всяких. Была в том числе маски? Арт, да. Всяких арт инструментов, да. А-а-а. Типа нарисовать что-нибудь, маску надеть. Вот так я смысл сделки понял сейчас. То есть я понял, для чего это существует, потому что когда в целом покупают приложение, у вас тогда сколько? 10 миллионов пользователей было? Ну 30. 30 к тому моменту. Окей, ну неважно. Непонятно, что с ними делать дальше. Почему покупать надо вас? Почему не нанять, например, кого-то одного из вас, чтобы он все объяснил? Ну, во-первых, начнем с того, что сама технология, она не была уникальной. Существовали даже открытые исходные коды похожих технологий. Основная технология называется фейс-трекинг, трекинг лиц. Такие технологии были доступны прямо просто, если ты зайдешь и скачаешь их на гитхаб или еще где-нибудь. Просто наша технология, которую разработал наш кофаундер компании «Маскарад», его зовут Женя Затипякин, он, собственно говоря, автор этой технологии, она была наиболее быстрая для мобильных телефонов. Как известно, мобильные телефоны, они имеют некоторые ограничения с точки зрения производительности, и его вот такая вот научная деятельность Жени Затипякина была в том, чтобы разработать такой алгоритм, который будет работать максимально четко, точно и быстро на мобильных телефонах. Мы сделали классную штуку с Джимми Киммелом. Ребята сделали маску. Да, да. Не он сам заметил это. А его директор подписался на Женю Затипякина, одного из кофаундеров, в Твиттере. Он об этом сказал. Я полез смотреть, написал ему директ сообщение, говорю, типа, «Чувак, привет, тебе нравится «Маскарад»?» На что он ответил, «Да, он нравится мне и дочке Джимми». Типа, классная апка, ребята, молодцы. Я говорю, «Давай созвонимся». Вот, поговорили. Я сделал такую хорошую домашнюю работу. Я посмотрел там 20 выпусков Киммела, понял, что он не любит Мэтта Дэймона, от него девушка ушла к Мэтту Дэймону. И он в каждой передаче говорит о том, что вот у нас там... Ну, для тех, кто не знает, шоу Джимми Киммела это «Вечерний Ургант». Один из «Вечерних Урганов». Да, один. Здесь их много. Они все одинаковые. И он стебет годами Мэтта Дэймона. Годами он говорит, что в конце у нас будет Мэтт Дэймона, а потом, извините, нам это не хватило времени. И я ему говорю, типа, Джимми, давай мы сделаем тебе маску, как бы, тебя. Он говорит, а сделайте еще Гильермо. У меня вот есть, как у нас... Хрусталев. Хрусталев, да, у них Гильермо. Мы, без проблем, мы еще тебе сделаем Мэтта Дэймона маску. Можешь примерить. Он поржал, мы не успели, а у него уже надо было выходить. И он в итоге говорит, ладно, хрен с вами, у вас классная апка, я вас просто так покажу. Вот. Показал нас один раз, просто там они посмеялись, поржали, а это ушло в эфир, народ заметил. А потом мы доделали маску, прислали ему и сказали, типа, Джимми, вот, короче, твоя маска, вот Гильермо, а нам это не хватило времени. Вот. Он смеялся минут пять безустановочно по телефону и говорит, ну ладно, теперь я обязан вас еще раз показать. И выделил нам где-то минут пять эфирного времени. И через пять дней сделка по Фейсбуку была закрыта? А, не закрыта, там, в процессе она была, да. Четверо суток сделка шла, да? Она была очень быстрая, в эти дни входили выходные дни, когда приходилось платить юристам по двойному прайсу. Фейсбук по какой-то причине хотел это сделать максимально быстро, скорее всего, чтобы эта информация не просочилась в другие корпорации, которые тоже могли бы просто прийти и предложить там больше. И, ну, или что-то еще могло произойти, чтобы это не было утечки. И они хотели максимально быстро закрыть сделку, да. То есть это прямо сутки, ты ночью должен был быть в офисе и все остальное, пока юристы шерстили бумагами? Ну, они не сидели четыре дня с бумагами, вот прям, вот мы сидели, то есть мы не сидели четыре дня с юристами в офисе с бумагами. То есть это включало работу разных людей, белорусских юристов, юристов Фейсбука, наших юристов американских. Много было сделано работы, и мы работали в две смены, белорусский офис, американский офис. Как оценивается твоя работа в таких случаях? Как договоришься. В зависимости от того, что ты делаешь. Если ты такой прям strategic advisor, который делаешь M&A, то это процентов четыре, пять, шесть. Если ты просто познакомил их, а не сделали сделку, это один процент. Женя Евгень вышла из этой сделки мультимиллионером. Женя Евгень очень успешный и талантливый молодой человек. Цифры не могу подтверждать. Миллионы зелени в 23 года. Тяжело ли это? Меня спросили спустя, наверное, месяц после сделки на какой-то конференции в Минске, как поменялась моя жизнь. И я сказал, ну, теперь я езжу на такси, потому что до этого мы ездили на общественном транспорте. И вот примерно в таком режиме прошли первые несколько лет. То есть те деньги, которые мы получали, мы, еще что важно, мы получили всю сумму, естественно, не сразу же. Не было такого, что у нас там все деньги от сделки появились моментально на счету в один момент. То есть это происходило постепенно, что у нас это очень здоровая история. И плюс мы старались деньги сразу же инвестировать. То есть не было, что мы там как-то тратили на какие-то дорогие вещи. Основные вещи, которые мы хотели бы сделать, когда у нас появились хоть какие-то деньги, мы это все делали, но не было такого, чтобы у нас как-то сильно поменялось мировоззрение. Что это? Это наше приложение, которое мы делаем бывшей командой Маскарадо, называется Луна. Как рок-группа из России. Помогает людям заснуть, подготовиться ко сну, расслабиться после работы, отключиться. Знаешь, многие люди сидят в Инстаграме и смотрят Ютуб, просто потому, что они не могут сразу же, придя с работы, лечь в кровать, сразу же отрубиться. Я знаю, что многие, я вижу, что ты входишь в число людей, которые вырубаются сразу же. Да, абсолютно. Но... И не сидишь в Инстаграме перед сном. Нет. Но вот правда в том, что большие числа, большое количество людей, они на самом деле не могут сразу же просто заснуть. И они продолжают думать о чем-то, что происходило в течение дня. О каких-то своих заботах, делах, планах на следующий день. Им нужно отключиться. Что нужно делать? А крашивать? У нас есть какое-то количество сцен. Это все некие места. О! То есть это такая механическая... А свайпы что будет? Когда ты заканчиваешь раскрашивать сцену, включается слип-стори. Это история про конкретно это место. И тогда уже пользователь выключает экран, кладет тебе на тумбочку и слушает эту историю, которую уже полностью погружает в сон. На английском историю? Да, на английском. А, то есть белорусы снова запустили сразу на глобальный рынок? Скорее всего у нас появится русский язык тоже. Что ты думаешь о маскараде? Я безумно удивлен то, как этот проект с там и вначале развивался и то, с чем он стал. И то, как это проложило в каком-то смысле начало бума белорусской индустрии. Сейчас очень много проектов, которые основали либо со-фаундер Мескроэйт, либо те, кто работали там. Успех наш весь общий СНГ, потому что когда мы сейчас презентуем нас, многие знают успех Мескроэйт, успех Присмы, успех Варгейминга, помогает нам еще проще продвигать дорогу к инвестициям. Типа чуваки, с которыми можно иметь дело? Да, если у них получилось, почему нет? Потому что до этого было мало успешных кейсов продажи компаний в долине. У тебя собака из Беларуси? Да, из Минска. Она швейцарская овчарка, но она родом из Беларуси. Тебе просто подарили партнеры? Нет, я ее купил. Мы хотели купить именно эту породу. В Москве на них были очереди, там еще до зачатия щенков они все продаются. То есть там трундец. Мы планируем вязку кобеля с сукой через 3 месяца. Скорее всего будет 4-5 щенков, мы их продаем уже сейчас. У чуваков свой стартап. Там вообще как бы. И мне тетя говорит, вот у меня знакомая заводчица, но она в Минске придется как бы прулить за собачкой. Ну прулили, съездили, забрали собаку, привезли. А у тебя мания на белорусов, да? Нет, на самом деле собака это первая и самая неудачная моя белорусская инвестиция. Остальные все были хорошие. Компания Маскарад по легенде, ну или по факту, компания Маскарад родилась по итогам 48-часового хакатона. Ну опять-таки в этом есть доля правды, да? Вы согрались, вот, хакатон это мероприятие, на котором программисты что-то изобретают. Я это знаю не потому, что умные, а потому, что на sports.ru они бывали регулярные, поэтому я это видел. И вы там впервые в общем показали эту историю с масками и всем остальным. Я читал, что среди масок, которые там были, была маска с усами. И принадлежала она Александру Лукашенко. Это правда? Это правда, но этой маски никогда не было в публичном доступе. То есть у нас была забавная история. Мы когда пришли на хакатон, у нас были, конечно, какие-то наработки. И самое главное, что у нас была технология, собственно говоря, фейс-трекинга. Но по приложению у нас не все было готово. Точнее, вообще по правилам хакатона ничего не должно быть готово. Да. И мы большую часть разработки, конечно, делали на самом хакатоне. И мы не успевали сделать весь тот арт, все те маски, которые хотели сделать. И мы решили взять лица каких-то узнаваемых людей. Ну, а кто у нас самый известный беларус? Самый узнаваемый беларус. Вот. Поэтому в рамках хакатона, да, у нас была эта маска, но мы понимали, что в паблик с этим выходить будет нельзя. И после хакатона у нас этой маски уже не было. А почему нельзя? Ну, для начала у нас в кодексе, в уголовном кодексе есть статья про оскорбление президента. Как минимум, этого было достаточно. Братские страны. Сейчас Невгин занимается стартапом Фло. Да, он акционер. Приложение про менструальные циклы. Да, офигенная тема. В итоге у них 80 миллионов женщин по всему миру трекают свои циклы. И это приносит деньги? Это приносит деньги, они подписки платят за это. Потому что цикл может сбиться по... Он же не по календарю, он под кучей разных факторов. И знать, когда у тебя будет цикл, очень полезно. Во Фло у нас несколько сотен тысяч женщин в месяц хотели забеременеть и забеременели. И сама идея того, что теперь люди понимают, что с ними происходит, происходит с их телом, с их здоровьем, нас это очень греет. То есть в этом есть призвание для нас, в этом есть мечта. Луна, наше приложение для сна, она опять-таки люди становятся продуктивнее за счет того, что они высыпаются, и мы понимаем, что это некий импакт. То есть это что-то, что имеет значение, что-то, что имеет смысл, и для нас это очень важно. Кто вам это делает? Это снова белорусы? Вот белорусы, которые сидят в Гомеле, в Гродно, в Витебске? Да, это белорусские ребята, но сейчас нанять людей в Беларуси становится все сложнее и сложнее. в Беларуси сейчас достаточно много IT-компаний и очень большая конкуренция за кадры, и мы нанимаем людей со всего мира, мы перевозим людей с Украины, с России, встречаем в аэропорту, привозим, садим, все, помогаем, все сделать, и для конкретно этого продукта. Прямо сейчас у нас идет достаточно большая HR-компания. Но вы ищете... Ты хочешь сказать, что белорусские программисты уже настолько в шоколаде, что вам приходится нанимать из России и из Украины? Они настолько востребованы, что проще привозить из соседних стран? Да, получается так. Однозначно можно сказать, что профессия программиста очень популярна. в Беларуси. Почему вас так много? Программистов? Да, почему из Беларуси они прут? Почему тут тебе Wargaming создали, тут тебе придумали маскарад, и дальше, дальше, дальше. Почему? Много умных людей, нефти нет. Может, поэтому... Нефти нет? Ну, чуть-чуть там есть, но почти нет. Какая причина, а? Мне кажется, что это связано. Как? Это связано тем, что когда у тебя маленькая страна, в которой маленький внутренний рынок приходится делать что-то вот для всей планеты Земля. Возможно, по этой причине Израиль такая сильная IT-страна, Эстония. Маленькая страна, внутри рынка нет, хочешь не хочешь, приходится что-то выдумывать, чтобы зарабатывать деньги. У них нет внутреннего рынка, то есть им в Беларуси никому невозможно ничего продать, у них денег нет это купить. То есть русский предприниматель начинает делать инновационную штуку. Он ее начинает делать под кого? Под Газпром, под МТС, под Сбербанк, под кого-то из местных. Или просто под русский рынок? Просто под русский рынок. Да. В итоге он начинает на этом что-то зарабатывать, и за рубеж он уже выйти не может. Почему? Потому что бизнесы везде разные, во всех компаниях разная местальность, разные продукты нужны. А беларусы? А беларусов некому продавать, они сразу делают на американский или на глобальный рынок. Две страны таких, Беларусь и Израиль. Еще у них круто на это смотрит власть. Смешно, да? Приехал сюда директор технопарка, который там государственный деятель. Мне говорят, типа, коль, встрейся, офигенный мужик. Что такое технопарк? В Минске есть... А, это минское Сколково? Это правильное Сколково. Так. Я общаюсь с человеком, понимаю, что у них вообще как бы мозги на месте. Там, например, такая фраза прозвучала, говорит, если я вижу, что беларус едет в Кремниевую долину делать стартап или там едет на работу в Google, я ему помогу, чем смогу. Я поеду к нему домой и вещи ему соберу. Потому что я знаю, что он, а, либо вернется со знаниями и деньгами, но самое главное, со знаниями, о том, как надо делать, либо он будет нанимать беларусов оттуда, потому что он знает их, потому что он знает, как с ними работать, и в нашу сторону польются деньги и знания. Вот это сейчас галочка и вот это гимнастическое упражнение в сторону джиар беларусского сейчас засчитано, безусловно, тебе, как инвестору. Ну подожди, я искренне говорю. Да, ответь тогда мне на вопрос, как вот эта позиция сочетается с тем, что глава воргейминга уже много лет живет на Кипре. Слушай, ну в Беларуси непросто делать крупный бизнес. Можно посмотреть там... Еще раз, как эта фраза сочетается с тем, что беларусская власть поддерживает всех стартаперов, если глава главнейшей корпорации Беларуси... Слушай, а Прокопение сидел в тюрьме. Да, как это считается? Ну как бы трындец же. Вот, а я не говорю, что они хорошие и молодцы. Я говорю, что они делают правильные шаги. У нас-то в России даже и такого нет. А еще ты знаешь про беларусский бизнес, анекдот, шутку точнее? Беларусские бизнесмены, они как в троллейбусе. Половина сидит, а половина трясется. Да. Ну вот, и как ты можешь вот говорить... Если бы Илон Маск делал этот, был бы в Беларуси, то он еще за PayPal бы не отсидел. Да, это такая шутка. Ну ее про Россию еще иногда говорят. Я не призываю делать бизнес в Беларуси. Я говорю, я отвечу на вопрос, почему у беларусов так прет IT. Это сочетание отсутствия рынка, того, что им меньше вставляют палки в колеса на ранних... Если у беларусского... Почему стартаперам хорошо в Беларуси? У них нечего отобрать, у них них хрена нет. Поэтому их поддерживают. Если они там подстроят крупную компанию, да, тогда начнутся проблемы. Тогда сразу появится куча людей, которые такие, о, там деньги лежат. Ну это же логично. А стартаперов ничего нет. И рынка нет, и страна нищая. Поэтому ты сразу делаешь штуку, которая конкурирует с Гуглом. У вас же есть Сколково свое. Парк высоких технологий. И он работает в отличие от Сколково. Ну да. А ПВТ это государственная организация, которая собирает вокруг себя технологические компании. Главное преимущество, которое получают эти компании, это льготный налоговый режим. То есть нужно соответствовать неким правилам, нужно иметь бизнес-план, нужно соответствовать этому бизнес-плану. Тогда компанию принимают в резиденты парк высоких технологий. И тогда у этих компаний льготная налоговая ставка. Ну твори, развивайся, да? Да. Но по правилам. По правилам. А это в Минске? В принципе, компания не обязательно должна быть физически в каком-то месте. То есть она может находиться в любом месте. То есть парка не существует? Он существует. Да. Да. То есть там есть какие-то образовательные условия, там есть кворкинг, там можно снять офис для IT-компании, но в основном это все распределенная история. Как дела у собаки? У собаки, слушайте, прекрасно дела. Вот. Она очень рада. Тут знакомые рассказали, что у них собака даже получила травму в вывих хвоста. потому что дома все все время и она просто все время махала хвостом. Моя держится пока у нее сильный хвост. Мы показывали ваш добрый дом. Это все было очень мило, когда людям можно было выходить, а вот когда вы не можете выходить, так ли там все замечательно и цветочно? Слушай, я благодарен судьбе за то, что оказался вот в этой ситуации именно в этом доме и именно в такой ситуации, потому что я тебе объясню, почему. Мне вот звонит приятель, говорит, слушай, у нас тут дом с бассейном и мы тут сидим в бассейне. Я говорю, у меня тут дом с людьми, с другими людьми, с которыми можно что-то поговорить на расстоянии два метра. И он такой, блин, понимаешь, сейчас в этой ситуации соседей, друзей, близких, ну конечно, с которыми можно выйти во двор. То есть мы соблюдаем правила изоляции, у нас несколько этажей с ребятами и в общий двор. Мы соблюдаем правила изоляции, но мы можем выйти там, допустим, во двор и рассесться подаль, и там, не знаю, болтать, пить чай, петь песни под гитару. Мы устраиваем всякие ивенты в Зуме, то есть вот мои соседи, ребята, Дима Думик организовал совершенно потрясающий такой типа танец по Зуму, который сейчас абсолютно собирает людей со всего мира сотнями. и люди одновременно танцуют как бы у себя дома, но как бы вместе. Оказалось, потрясающая зарядка физически-ментально. В долине все в основном работали удаленно или были к этому готовы, то есть была инфраструктура у всех, поэтому, когда еще пошли первые самые новости из Китая, народ забрал своих детей из школ и ушел на самоизоляцию. То, что сейчас происходит с твоей спиной, это называется самоизоляция, мне очень повезло, я на самом деле понимаю, что я как будто специально готовился для того, что сейчас происходит. Мне повезло еще сильнее, у меня тут застряли тести с тещей. Повезло ли? Конечно, повезло. Святые люди, они терпят моих детей. Когда мы стали сходить с ума, как и все, в первые две недели, когда стало понятно, что кровать превратилась в рабочее место и там же кости от курицы после вчерашнего обеда и там же кот спит, вот это все. Мы решили что-то с этим сделать и моя Таня, моя жена написала расписание на стене и мы стали как бы симулировать нормальную жизнь. То есть мы стали просыпаться вовремя, одеваться как бы в рабочее, потом выходить, обходить вокруг дома несколько кругов в течение получаса, чтобы почувствовать, что мы дошли до школы, потом возвращаться и только потом садиться за ноутбук и все там что-то делать. И как бы жизнь стала напоминать более-менее нормальную жизнь. Мы сняли несколько часов видео про то, как устроена долина, про то, как появляются стартапы, все вот эти сложные взаимосвязи, все эти вдохновляющие истории и прочие цепочки взаимодействий. Неужели все это теперь не актуально? Это актуально будет всегда. Что-то останется, что-то изменится, что-то станет гораздо сильнее, что-то уйдет, я думаю, навсегда. Что уйдет навсегда, как ты думаешь? Приоритизация такой локации, пожалуй, чрезмерная совершенно. То есть одно из изменений, которое уже начинало двигаться, такая микролокация, чтобы быть там непосредственно в Маунтен-Вью, непосредственно в Пало-Альто, непосредственно в Сан-Франциско. Вот это уже понемножку начинало сдвигаться. То есть кто-то переезжал на другую сторону залива в Окленд, просто потому, что там дешевле и, может быть, лучше жить со семьей. Кто-то уезжал в какие-то большие пригороды. Некоторые компании, там, Долинские, говорили, хорошо, вот у нас есть хаб здесь, хаб здесь, хаб здесь. Square такой говорил, например, что теперь наш новый хаб это удаленка. Почему было настолько ценно эта гиперконцентрация такая локальная? Потому что можно с кем угодно в индустрии встретиться там буквально за 10 минут, случайно пересечься. Вот этот вот суп такой волшебный. А сейчас, когда этот волшебный суп, он весь перелез в зум, внезапно оказывается, что не так уж важно, где ты находишься. Важен дух, важна культура. И вот дух, культура, они, безусловно, все сохранятся. И да, безусловно, это будет большая-большая деревня. Просто деревня, она просто географически гораздо больше. Но все вот эти истории про конкурентность, про постоянно поступающую новую кровь, про толерантность к незнакомому и сумасшедшему, толерантность к провалу, Стэнфорд, некая цитадель образования, которая аккумулирует вокруг себя новую кровь и умы и прочие вещи. Все это останется. Даже несмотря на коронавирус и несмотря на то, что физически присутствовать рядом друг с другом не обязательно. Отличное перечисление таких ключевых слотов. Да, это все, конечно же, останется. Потому что социальные связи меняются, то же самое. не только человеку тяжелее работать, но еще и менеджеру тяжелее управлять подчиненными. Многие менеджеры начинают такое, называется, чайка-менеджмент, когда ты прилетел, поорал, накакал и улетел. А ты не знаешь на самом деле, что твои люди делают, потому что ты их не видишь, тебе вообще непривычно. И если у тебя нет достаточного количества инструментов, то ты превращаешься в чайку. Чайка-менеджмент, блин, как точно. Ну вот я недавно читал про ребят из Украины, которые сделали стартап для ресторана. И он позволял заказывать еду до того, как ты пришел в ресторан. Ну, казалось бы, по идее, сейчас их стартап, они как раз рейзлили, сейчас их стартап должен был бы как раз подохнуть. Но вот в этом идея долиновского этого мышления быстрая адаптация, но они мгновенно свой стартап перепрофилировали, приватнули на то, чтобы рестораны могли, которые не умели раньше доставлять еду, могли быстро научиться принимать заказы и доставлять еду удаленно. То есть вот эта быстрая реакция к меняющимся условиям это самая ДНК долины. И оно сейчас, мы сейчас увидим. Зум – главная компания коронавируса? Пожалуй, да. Зум и все, что связано с телемедициной, все, что связано с онлайн-образованием. То есть есть много неконсюмерских компаний, которые работают с бизнесами, которые тоже от этого очень сильно выиграли. Но Зум, он на поверхности, конечно. В Зум вырастил пользовательскую базу в 20 раз. В 20? С 10 миллионов до 200 миллионов пользователей. А если в деньги это перевести, то как это? Ну, это такой вот скачок, который на самом деле потом многие не продлят свои платные аккаунты, что самое важное меняются пользовательские привычки. Пользовательская привычка – это штука, обладающая потрясающей инерцией. Вот как только компании получается свой продукт превратить в пользовательскую привычку большой категории людей, у них огромный успех. Вот Зум сейчас становится пользовательской привычкой 200 миллионов человек. Поэтому, да, они не в 20 раз, но в 10 в деньгах вырастут. А сколько они стоили до короны? Там на самом деле акции не сильно выросли, они выросли всего процентов на 30, а сейчас Зум стоит как Убил и Лифт вместе взятые, но до этого он стоил не сильно меньше, потому что инвесторы уже возлагали на них огромные надежды. Одна, две, три компании, которые стрельнули сильнее всех во время короны? Моя. Да, очень скромно. Никакой скромности, мне просто проще говорить про то, что я знаю, у нас конкретно в Эквиде мы счастливы с тем, что мы там в одном проценте не затронуты, и на самом деле даже нам сейчас в какой-то степени проще. Почему? Потому что мы что делаем? Мы помогаем бизнесам переходить в онлайн, мы всегда этим занимались. Спрос на это сейчас невероятный, и получается, что мы неким были бизнесом всегда, который очень дружественно был к работе из дома, у нас нет каких-то часов, никто там с тобой не следит, что будет сольки-то на работе, ты можешь вообще там не прийти. Мы до этого просто были дружественны к работе из дома, а сейчас мы просто не дружественны к работе из офиса. То есть раньше был выбор у дома или офиса, сейчас просто в выборе офис отсутствует. Поэтому трансформация была очень простая, мы наши офисы закрыли на самом деле сильно раньше, чем были обязаны это сделать в Калифорнии или в России. в этом плане для нас логистически проще. Но спрос у нас утроился, в этом контексте конечно для нас очень важна ответственность. Почему? Потому что тут уже играет очень хорошо долинская ментальность. Какая долинская ментальность? Долинская ментальность в том, что ты всегда играешь на большую победу в будущем, а не на кэш прямо сегодня. И поэтому мы знаем, что у нас кэш есть. И когда у малых бизнесов такая задница происходит, наша задача им помочь. Поэтому у нас так-то были бесплатные планы. Мы наши бесплатные планы очень сильно расширили, притащили в эти бесплатные планы вещи, которые были только платными, например, поддержка подарочных сертификатов. Бизнесы, которые закрылись, это одна из тем такая дислокальная. Сейчас подбежи какую-то родную кафешку. Ну это как фьючерс фактически, как донат или фьючерс. Да, 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 абсолютно так. И мы просто все это притащили в бесплатные планы, чем чувакам помогать. Бесплатные обслуживания, то есть мы по множеству тарифных планов мы просто сказали в 2020-м деньги просто не берем. Плохой, сложный год. Високосный. Да, то есть поэтому давайте как бы просто о деньгах в этом году не разговариваем, просто пользуйтесь. Это очень важный момент, потому что ну все равно в мире долины есть такое понятие как LTV, Long Term Customer Value, и на самом деле твоя текущая выручка не так важна, как вот LTV, долговременная ценность клиента. А есть компании, которых корона прям убила? Убила, конечно, travel убила. А крупные? Вот именно бренды, к которым мы привыкли. В основном эти бренды спасут. То есть если это бренды американские, Expedia, Booking.com, авиалинии все, их спасут. Им просто печатают деньги, по сути как бы их убытки разделяют на все общество, в случае Америки на все миновое общество, потому что все доллары немножко завязаны. А делает это государство? Да, делает это государство. А государство понимает, что намного лучше получить общий экономический убыток, чем условные 100 тысяч безработных в каком-то секторе. Но это если маленький сектор. Если сектор большой, то там может намного серьезнее подохнуть. Оцени, что будет с Тесла. Когда мы ехали в долину, мы ехали туда тестировать русский стереотип, что Маск, да не специалист, Тесла, это мыльный пузырь. И нас в общем все убеждали, что ну как бы это не совсем мыльный пузырь, у них есть инфраструктура, у них есть продукты, прочие-прочие вещи. А сейчас? Тесла великая компания. У меня сейчас я не знаю, не хочу достаться с камерой, но вот у меня вот сейчас там за окном стоит разобранный мотоцикл. я отключил от нее аккумуляторную батарею, потому что кончилось топливо, я не хочу ехать на заправку, там трогать все эти шланги, потом у меня машина тоже стоит пустая, но Тесла это сейчас единственный транспорт, на который я езжу. Почему? Потому что она всегда заряжена на крыше солнечной батареи, то есть полнейшая автономия, ничего не смеет. С того, что на нее езжу, более того, идеальной компания нет, как с потребительской точки зрения. У меня, например, там модные выезжающие ручки, они часто ломаются, и вот недавно мне приезжал сервис Тесловский. Опять же, они идеально приспособлены для этого мира. Почему? Потому что сервис, я заказал тебе мобильное приложение, приехал этот чувак, мобильный сервис, я никуда не ехал, сервис приезжает к тебе, починили ручку, помахали мне ручкой, и мне в приложение пошла нотификация оплатить за сервис, я оплатил. Все, то есть идеально приспособлены для мира короны, в любом случае мир короны он пройдет, а Тесла останется, это великая компания, это великая идея. Короче, я думаю, что Маск все прекрасно сделает. Поехал посмотреть зубы собаки, ветеринарку, и записался к ним, они говорят, вы когда приедете, из машины не выходите, позвоните. Я приезжаю, там все обвешано знаками, типа не выходите, не заходите. Вот, звоню им, говорю, я приехал, вышла медсестра, забрала у меня собаку, как бы не трогая ни меня, ни машину там на приличном таком расстоянии, вот, и ушла, и мне снова перезванивает врач, и мы как бы с врачом, общаясь по телефону, а я ему рассказываю, на что я жалуюсь, до этого я, конечно, все анкеты, все документы заполнил в онлайне, вот, после этого они мне собаку вернули, точно так же, не касаясь, и перезвонили, сказали, пожалуйста, продиктуйте там данные вашей карточки и страховки, для того, чтобы мы с вас деньги взяли, то есть маленький из четырех врачей, состоящий в ветцентре, в нашей деревне, за неделю превратился в онлайн-бизнес такого, у которого все подключено, онлайн-платежи, там, онлайн-запись, онлайн-документы, электронная подпись, вот, прям круто, я надеюсь, что это со всеми бизнесами произойдет, потому что мне никогда не нравилось сидеть в очередях в ветцентре. Надо сказать, я никогда не был таким защитником, ну, геройства долины, то, что там, технологии, вот это все, я всегда так с осторожностью отношусь, а то точно хорошо то, что мы делаем, или это уже чересчур. Но вот в данном случае, в данной ситуации, ну, благодаря долине половина мира все-таки как-то продолжает функционировать. Мы там продолжаем, не знаю, шопиться, заказывать еду, мы продолжаем ходить в школу по Zoom, продолжаем работать и так далее. Возможно, это такой сеанс самоуспокоения, но нам казалось, что если откуда-то и придет починка мира, то, что, очевидно, мир надо будет чинить, всю его там систему, то, как он устроен, то она будет приходить из таких мест, как долина, где есть мозги, деньги, и давнее устойчивое умение этих мозгов и этих денег работать вместе на благо мира. Я сейчас просто сам себя успокаиваю, я делаю так, чтобы работа не пропала, или это действительно похоже на правду? Это похоже на правду, то есть несмотря на то, что новых связей здесь не создается, отсюда никуда не делись мозги, отсюда никуда не делись деньги и отсюда никуда не делась монокультура. Монокультура людей, которые хотят менять мир, делать его лучше, помогать другим людям, вот эти вот лейтмотивы, место, знаешь, у каждого места есть там, наверное, основной мотив, то есть там в Москве люди хотят зарабатывать, в Нью-Йорке люди хотят влияния, вот, а в долине люди стремятся к тому, чтобы менять мир, то есть там деньги – это средство, а влияние – это средство для того, чтобы там менять мир, оставлять след в истории, то есть кому здесь больше всего завидуют, тем, кто там оставил след в истории, сделал что-то, что поменяло там пользовательские привычки людей. Конечно же, люди в группе в физическом одном пространстве, когда речь идет о какой-то креативной специальности, там, творчестве, они, как правило, создают что-то более эффективно, больше, есть какая-то магия личного присутствия, и этого сейчас не хватает, то есть моя продуктивность упала драматически, наверное, на 50%, и я слышу то же самое от всех вокруг, причем все мои коллеги, я в том числе сейчас работаем больше, то есть мы больше проводим времени на встречах по там видео, но при этом получается меньше, то есть какая-то магия человеческого общения, которая необходима, и которая строится за счет кампусов, за счет офисов, за счет пространств таких творческих, она сейчас отсутствует. Опять же, есть шанс, что мы адаптируемся, и наоборот, мы скажем, что не нужно ничего больше, никаких кампусов. Я верю, что, скорее всего, вернемся к тому, что нужно, нужно физическое общение, физическое пересечение. Бесплатную еду же не уберут? Я думаю, бесплатную еду не уберут. Я думаю, что бесплатная еда останется. Серега выдохнул. Серега приезжает, у тебя точно есть. Как только снимут ограничения, пролетает мужик. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Я правильно понимаю, что в последние годы именно из России едет больше народа? Больше, чем раньше ехал из России? Ну, вот был момент, когда, да, была пара моментов, когда сюда прям приехали очень классные люди, новые. И я, конечно, обнаружил себя в тусовке людей, с которыми я вряд ли обычно бы в Москве даже познакомился, потому что они настолько классные. Что это за момент? Очень талантливые ребята. Ну, вот, ну, после начала крымской кампании приехало очень много людей. После 2014 года народ повалил сюда? Огромными волнами. Я ехал, зная, что сюда уехало там двое-трое моих знакомых. Я думаю, что, ну, ладно, я там типа найду с кем общаться. Я приехал, и мне начали каждый день писать. Типа, Колян, привет, я тоже переехал, расскажи мне, что, где, как, где, короче, какие школы, куда детей сдавать. Просто полкуса моего приехало. Какого? Ну, вот, из вышки. Реально у нас здесь человек 15. Это у нас факультет менеджмента. Вот просто вот с одного курса человек 15. Сколько там? 200 человек на курсе. Ну, это, наверное, какие-то отбросы приехали? Нет, самые бодрые товарищи-то и приехали. Когда программисты сейчас к тебе приходят каким-то образом, не знаю, и советуются, надо ли мне приезжать туда? Туда. Что ты им говоришь? Это для меня больная тема. Расскажи. Я же серийный иммигрант, я много раз уезжал за рубеж. И мои изначальные позывы, их было много, и я какими-то битнес-причинами оправдывал, но я думаю, реальность очень проста. То, что я действительно считал, как будто надо валить из рашки там вот это вот все хозяйство, то, что... Ужасно. Все говорят, ужасно. Это такая хрень. Люди не понимают, то, что, когда ты уезжаешь из страны, как правило, ты не последний человек. То есть люди жалуются на жизнь, но они, как правило, не последние люди в этой стране в этот момент. Когда ты уезжаешь, ты сбрасываешь свой социальный счет, свои социальные контакты. Ты иммигрант, тебе нужны новые какие-то скиллы вырабатывать. Ты теряешь. Как правило, ты теряешь. В разном объеме, как правило, иммиграция – это огромная-огромная ошибка. Люди не понимают по одной простой причине. Потому что на них плохо влияют их пирс, которые уже уехали. Как это происходит? Ты уехал. Ну, некая там вот такая социальная сетка, да, люди, которые уже уехали. Но реальность в том, что когда ты уезжаешь, тебе плохо. Я отвечаю. Это не только я. Я смотрю с другими людьми. То есть, когда ты уезжаешь, у тебя есть много-много недостатков при иммиграции. Тебе никогда в жизни никто не признается, что тебе плохо и тяжело. У меня просто самооценка такая достаточно раздутая, и поэтому я могу легко сознаться, мне не будет больно. Я могу сознаться в каких-то там слабостях. Но большинство людей не могут. Им было бы болезненно признаться, что они сделали большую ошибку. Вернуться они не могут. Почему? Потому что слабак? Ну, потому что большинство людей... У меня опять же, у меня деньги есть. Я взял, переехал, купил здесь. То есть, где вот там плюс-минус потерять сколько-то большую сумму на переезд, мне не жалко. Но человек уже закомиксил, что, пожалуйста, жили я здесь, уже уехал туда. То есть, вот эта транзакция перехода, она дорогая, и человек, как правило, вернуться не может. Или дорого. Тяжело принять это решение. Я помню, как мне тяжело было принять решение о возвращении два раза. Вот, но я его принимал. Человек типичный сознаться, что это плохое решение не может. Но то, что он может, это проецировать счастье на родину. Потому что местным он не может проецировать счастье. Скорее всего, местным за ту же работу больше платят. Местные живут в районе получше. Среди местных он будет, ну, так себе. А поскольку, поскольку в России есть другие, которые тоже хотят уехать, а он-то у него получилось, то он может проецировать... То есть, вот у него вот такая отстройка того, что я молодец, происходит от своих соотечественников. И он проецирует, типа, я молодец, у нас соотечественников. Все же мечтают о долине? Не все. Не все. Очень много людей, которые говорят, я не хочу никуда. Многие говорят, да нахрена, это ваша долина, она ужасная, я хочу в Европе жить. С Россией они связывают себя? Многие, да. Там есть, что им делать? Работать на людей, которые уехали на Запад, или работать на западные компании, или на китайские компании. Так, а наши компании? Либо на государство. Либо на государство. Под Яндекс... Яндекс ты тоже считаешь уже государством? Нет, Яндекс пока еще нет. Яндекс скоро станет, но пока еще держится. Это островок свободы. Ты грустишь, когда смотришь за тем, что происходит с Яндексом? Очень грусти. А что именно твоя грусть вызывает? Слушай, Яндекс изначально был, наверное, самым свободным таким островом в свободном море интернета. И культура этой компании выстраивалась Ильей Сигаловичем в большей степени. Когда его не стало, Яндекс начал сам изнутри меняться. И потом его начали внешние силы гнуть, и он начал гнуться. При Илье он бы не гнулся, я думаю. Простой и логичный вопрос. Почему вы стремились сюда, а не в МГУ или в РЭШ, куда угодно еще? То есть почему не в России? Самое важное для ученого – это коллектив. И на втором месте – это студенты. Когда я говорю слово «коллектив», то это научный коллектив. Ты хочешь работать с людьми, которые много чего достигли, которые очень умные, с которыми интересно общаться. Топ-университеты – это обычные университеты, где очень интересный научный состав. И в Стэнфорде каждый профессор – это не только лидер в области своей, но также это человек, с которым безумно интересно общаться, по науке, даже не только по науке. Это первое. Второе – это студенты. Качество студентов здесь, конечно, совершенно потрясающее. Третье, и что оказалось очень важное, и что я не сразу как бы это понял, возможно, что Стэнфордский университет очень спокойно относится к тому, что ты делаешь. То есть, с одной стороны, ты должен достигнуть необычайных успехов, потому что в какой-то момент они должны тебе дать или не дать теньюр, то есть в какой-то момент они будут судить, а стал ли ты самым выдающимся ученым в своей сфере. Но они очень спокойно относятся к… Какие научные работы ты пишешь, с кем ты работаешь, какой научной темой ты точно занимаешься. И научная свобода… Знаете, как хочется дышать. Научная свобода здесь необычайно развита. Это одна из тех причин, почему я очень благодарен университету. Потому что я пришел, занимаясь одной темой, где добился результатов. Но потом, поскольку я приехал в университет и оказался в центре Кремниевой долины, то в течение нескольких лет меня заинтересовала другая тема. Меня заинтересовала тема венчурного капитала, корпоративных инноваций и тому подобное. И во многих других научных заведениях я думаю, что мне было бы не так просто полностью перестроиться. Здесь же мне это было очень просто. Вот все эти молодые пацаны и девчонки, которые смотрят, и которые думают, все, я иду на физмат, я иду на мехмат, я вот-вот хочу-хочу-хочу, чтобы конкретной целью был Google, Facebook, там, что угодно еще. А их можно ждать какое-то разочарование? Абсолютно их будут ждать разочарование, да. Ну, их можно ждать глобальное и стратегическое разочарование, исходя из того, что через 10 лет столько программистов не будет нужно в мире? Вот если они будут за какой-то такой придуманной целью гнаться, то их абсолютно будут ждать разочарование. То есть я думаю, что если кто-то будет какую-то область преследовать просто потому, что ему скажут, что там будут деньги, он может разочароваться, конечно. А если он будет преследовать свою страсть, а это будет в нем постоянно поддерживать то есть стремление к совершенству живого любопытства, то у него всё будет ништяк. — Ты говорил, что в России многое отвлекает от того, чтобы делать бизнес. — Да. — Что именно? — Постоянно есть какая-то неуверенность. Ну, условно, они придут ли к тебе с каким-то проверками. Когда ты выйдешь на какой-то уровень, ты можешь стать интересным. То есть плюс в целом легальное всё оформление, работа, она достаточно, ну, занимает сильно больше ресурсов, чем в той же Америке. Вот. И есть примеры, когда, например, к Фёдору Овчинникову, который основатель Додо Пицца. Ну, типа, в туалет нашли наркотики, менты. И чувака, значит, что-то таскали по инстанциям. Он построил… Он, по-моему, из Сыктывкара? — Да. — Построил потрясающую компанию на энергетике. И там… Это его пиццерия по всему миру, да? И вот в России к нему приходят, и там, условно, какая-то история про наркотики. Ну, это бред. Как только ты интересен, ну, тебе приходят и, в общем, спрашивают. Либо, ну, история с ограничением, ну, свободы слова. То есть, словно, ты построил ВКонтакте, у тебя есть, ну, вот эта медиа, есть оппозиционные группы, ну, как бы, там, начинается своя динамика. Вот мне… Ну, это те ограничения, это те отвлечения, которые… Мне не очень интересны, потому что они, ну, мешают мне, ну, в моей цели. — Слушай, на самом деле, это неплохо же, да? Белорусы же грамотную тему сказали, что то, что мы уехали, это прекрасно для страны. Потому что… Ну, слушай, я сам столько денег в Россию инвестирую. Я налогов в России плачу охренеть сколько. Гораздо больше, чем и создаю, чем когда я там жил. У меня сейчас создало рабочих мест в России пару сотен. — А что ты там делаешь? — Там разработка, куча наших компаний портфельных. — Ну, подожди, ну, в целом мне казалось, что такие люди все-таки правильные, если они живут у себя в стране, а не открытый миру и все остальное. Ну, слушай, ну они же уехали без расчета вернуться, я думаю. Вот те половины твоего курса. — Скорее нет. Мы все как раз отличаемся тем, что… Ну, там, условно, колбасная эмиграция, они уезжали, чтобы уехать. Они уезжали откуда, а не куда, а мы поехали куда и зачем. То есть мы поехали научиться, ну, поехали что-то сделать, чего-то достичь с какими-то амбициями. И мы поехали с мыслью о том, что мир уже другой. В 2016 году, когда мы переезжали, уже не было таких жестких границ. И наш главный позорный страх — это то, что границы закроются, мы не сможем вернуться. Весь кайф ситуации в том, что мы свободно перемещаемся. Я могу завтра оказаться в Москве, быть там на встрече с кем-нибудь, сделать какой-то бизнес. Послезавтра я буду в Сингапуре, потом здесь. Это же прекрасно. Я никогда не агитировал никого уезжать откуда-то от чего-то. То есть я понимаю, что иногда так приходится людям делать. Но я так никогда не делал. Я всегда ехал к чему-то. Если ты считаешь, что там есть то, что позволит тебе добиться своего или сделать максимально что-то полезное, надо собирать чемодан и ехать. Если ты пока этого не видишь, почему там ты сделаешь что-то лучшее, чем где-то в другом месте, то стоит подумать и прицелиться. Я считаю, что гораздо важнее — я тебе говорил, кажется — я считаю, что гораздо важнее жить для того, для чего ты родился, чем жить там, где ты родился. Я считаю, что это окей. Мир стал очень маленький, ты можешь ездить, переезжать туда-сюда. Если где-то у тебя есть условия, чтобы сделать то, что ты хочешь сделать, надо собирать чемодан и ехать. И ничего не бояться. И знать, что будет сложно, и знать, что ты разберешься с этими сложностями. Но уезжать, потому что там типа «о, здесь плохо», а там где-то будет вдруг хорошо, неожиданно — это совершенно другая история. Мне кажется, что это не… Это редко приводит к успеху и к счастью, когда ты… Ну, то есть, когда ты вынужден бежать, ты бежишь, конечно, я понимаю. Но в принципе, люди, которые типа «о, трава зеленее на чужом газоне», они, как правило, разочаровываются, в конце концов. Какая эволюция настроения происходила у нас за те дни, что мы тусим в долине? Сначала мы ехали и думали, что за странный мир. Значит, потом мы поняли, что кого не встретишь — это либо стартапер, либо инвестор. Вчера вечером я уже реально искал, куда инвестировать. — Попал тебе бацилл, да? — Да, я просто как бы вот есть там какое-то там количество денег, думал, там, отложу на черный день или там детям на образование, на что-то ищу. Все, я уже ищу стартап, в какой инвестировать. — А для чего? — Для чего? — Да. — Ну, во-первых, это интересно. — Вот. — Я чувствую, что это ведет к каким-то новым знаниям. Ну, то есть, если я буду инвестировать в что-то, то очевидно, и мне будет... Эта тема заинтересует меня. Ну и, в-третьих, подстраховаться. — Ну, у тебя хорошая мотивация. То есть, люди, которые приезжают и говорят, «Ну, у меня тут есть 50 львов, надо припарковать где-то». Вот это не очень хорошая идея. Если твоя основная мотивация — это «я хочу учиться, я хочу быть причастным к созданию чего-то значительного, и я готов ради этого терять деньги», потому что там, из моих ста инвестиций одна сработает, тогда тебе надо начинать инвестировать. — Хотя мне Америка не нравилась никогда. Я не думал, что перейду в Америку жить. Я был в Америке много раз, естественно, здесь был много раз по работе, но я никогда не представлял, что я тут буду жить. Ну, тут как-то думаю. И тут я приехал, и у меня посетило ощущение, что я попал в кампус Яндекса. Куча светлолицых людей с горящими глазами на этих гироскутерах пытаются поменять будущее. Очень похоже на кампус Яндекса. — Это то, о чем я тебе говорил. Эта долина существует благодаря какому-то количеству людей, которые создают этот фон. И ты в него попал. У тебя зафонило. — Но ведь это же… Это мало чем от золотой лихорадки отличается. То есть многие же инвестируют, ну, признай, из желания разбогатеть. — Да. И это нормально, это экономика, но разница между золотой лихорадкой и тем, что происходит сейчас, в том, что золото надо искать, а потом делить. А идеи надо создавать. И создавать их можно бесконечно много. Понимаешь? И они, более того, не размножаются. От одной хорошей идеи рождаются две еще более хороших. И так далее, и так далее, и так далее. И все это растет, растет, как снежный ком. И в этом уникальность вот сейчас — это не золотая лихорадка, это не игра в zero-sum game, где если один выиграл, другой проиграл. Это место, где люди со-создают. И на самом деле вся эта экосистема только улучшается. То есть там iPhone позволил YouTube развиться лучше, да, хотя Google и Apple — это конкуренты. А потом Facebook, который конкурент теоретически тому и другому, еще и усиливает всю эту экосистему, потому что там ты делишься своими ссылками. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Каждую компанию, которую ты пристроишь, которая теоретически все между собой конкурирует, на самом деле все друг друга очень сильно усиливают. Это место ему не 10 лет, не 20 лет и даже не 50 лет. — 150 лет ему. — Да, 170. 1849 год, когда здесь началась золотая лихорадка. Вот это все — это последствия золотой лихорадки. Это менталитет людей, которые копают киркой в надежде найти дохрена золото. То же самое. Они здесь все подвержены постоянным золотым лихорадкам. — В целом ничего не изменилось. — Да. То есть вот когда в России все сходили с ума по криптовалютам и такие биткоины там, короче, покупая, у нас это была первая, пожалуй, такая золотая лихорадка после МММ. — Да. — А здесь даже никто не заметил, потому что здесь это каждые 15 дней происходит. Румыния, Белоруссия, Индонезия, Индия, Франция — все пытались построить убийцу Силиконовой долины, но это невозможно. Можно построить что-то другое, потому что это же сочетание, видишь, инвестиционного капитала, позитивного мышления, Стэнфорда и военных разработок в начале, после Второй мировой войны. Оно сложилось само вокруг Стэнфорда и еще нескольких университетов, которые тут есть. Это университет Сан-Франциско, это Беркли и университет Санта-Клара. ДАРПА — это агентство стратегических инициатив, по сути, американское, оборонное. Оно раздавало гранты ученым на разную хрень. Были телепатические исследования во время Вьетнама. Они пытались исследовать, можно ли психокинетические атаки устраивать на людей. Тоже на это давали деньги. У них была такая обширная инвестиционная программа. И они начали давать деньги суда в лаборатории университетские, вокруг которых в американском праве защищенном начали образовываться команды людей, которые начали делать что-то, что потенциально могло быть коммерциализировано. Люди стали в это деньги вкладывать. А потом, когда оно стало большим и начало приносить деньги, эти люди сколотили так много состояния, что они начали инвестировать, люди, которые смотрели на них, начали инвестировать. Государственное финансирование, военные разработки, инновации в сторону IT, интернета — здесь это все, аккумуляция всех этих факторов, привело к рождению Долины. Ее нельзя повторить, но можно сделать другое. И даже в Сколково нельзя повторить? Сейчас нам выбрят нужные слова. Я вижу, что Россия пытается, и у нас уже есть примеры хороших компаний. Все знают AppleRX, Касперский, Яндекс. Яндекс делает беспилотники и одни из лучших в мире. Мы все-таки идем своим путем, и это хорошо. Копировать копипасту «Долину» никого не получилось. И не надо. Так а Сколково — это тоже нормальный путь? Сколково, то, что я видел там, я пока не могу назвать ни один стартап, который достиг успеха на международном уровне. Когда ехали сюда, я наткнулся на видео, которое раньше не видел, как НТВ рассказывает о визите Дмитрия Медведева в Кремлевую долину, который говорит, что мы откроем в долине офис Сколково. Сейчас это выглядит просто как насмешка. Что не так со Сколково? Слушай, ну, это сложный, комплексный вопрос. Задел был хороший, включилось много традиционных для России проблем. Коррупция, которая из них первая, политика из них вторая. Вот. И третья — это война за власть, контроль ресурсов. Который, по сути, микс коррупции и политики. Вот это то, что случилось со Сколково. Хоть что-то Сколково произвело? По-моему, нет. Ну, если мы говорим не про бизнес-школу, которая как-то пытается и что-то делает, а про технопарк Сколково, вот я ничего хорошего там не видел. Вот объясни мне человеку, который мечтал бы, чтобы в России было классно. Почему долина, возможно, там, но у нас, условно, в Краснодарском крае, на каком-то из кусочков морском или где-то в другом месте, в Сколково, очень пошло сейчас это произносить, но все равно, это невозможно никак. А ты сейчас сам рассказал, почему. Ты же начал с места, с локации. Вот у нас, когда пытаются строить, выбирают место, типа, давай сейчас там с забубенем, типа, инкубатор, потому что программисты, они как такие тараканы, и надо их там накрыть какой-нибудь картонной коробкой такой. И в коробке понятно, как все происходит. А на самом деле нужно же инвестировать в экосистему, в это, в соус, в отношения между людьми. То есть если вы такое делаете, то, условно говоря, не исходя из географии, а исходя из того, чтобы в академгородок Новосиба, например. Да, абсолютно, да. Почему у нас не делается? Время, то есть не творог и время. Просто нужно как-то меньше, меньше менять какие-то вещи, дать людям подрасти, меньше разбегаться, потому что люди часто как-бы, у них что-то начинает получаться, они там валят куда-то. Хорошо, чтобы, ну, экосистема складывалась. Надо было начинать с того, чтобы поставить интересы инвесторов, венчурных капиталистов и бизнес-ангелов в приоритет. Создать законы, которые позволят им не трястись. Как в троллейбусе. Как в троллейбусе, да. А у нас же приоритет власти на ее сохранение и удержание, а не на интересы инвесторов и экономику. Это главная проблема. Высшей власти, ты имеешь в виду? А оно везде, как бы, да, оно же проецируется. Почему в российском праве никто сделки не делает инвестиционные? Фри, вот этот фонд, который агентство стратегических инициатив создало, вот они только делают сделки в российском праве. Почему? Потому что никто не верит, что по российскому праву ты сможешь отстоять свои интересы хозяйственные. Все даже крошечные сделки, вот я там работаю, не знаю, в компании менеджером по продажам, у меня есть свободные 3 тысячи долларов, мой сосед делает, короче, стартап, я хочу ему эти 3 тысячи долларов дать, я эту сделку пойду оформлять на Кипре где-нибудь. Мне казалось, что это чисто с точки зрения налогов делается, нет? Нет, нет, конечно, нет. Чтобы их, типа, дешевле платить. А уже нет, уже этот кик, там, хрена сбежишь. Ты будешь в России платить, ну, в России маленькие налоги. Зачем убегать от 13%? Тут 50% вот. Смотря какие, на зарплату огромные налоги в России. Ну, на зарплату, да, но на инвестиционные, а ты же зарплату не будешь через Кипр структурировать. Все структурируют через офшоры именно инвестиционные сделки. Там налоговая оптимизация, она копеечная. Это все делается исключительно ради английского права. Чтобы, в случае чего, пойти судиться, да, в палату представителей. А Кипр подчиняется английскому праву? Да. Одна из причин, почему долина получилась в, собственно, долине, это, как ни странно, наоборот, как раз местечковость и деревенскость. Потому что Западный берег был далек от Восточного берега. На Восточном берегу были все крутые компании, которые разрабатывали всякие там электронные лампы. А эти ковбои на Западном берегу, их втихаря там тоже производили, в общем, притыривая технологии. Но до Западного берега было тяжело там разбираться там патентным образом. И поэтому вот вся эта такая... Роспират-братья там приживалась. То есть вот там была тусовка интересных людей. И дальше тусовка, 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 это вот чисто неотборг, поэтому там работает. То есть, по сути, правильнее было не строить на Западе Москвы у МКАДа новый инкубатор, а просто приходить туда, еще раз я это принесу, условный Академгородок, где уже десятилетиями умные люди живут рядом друг с другом и что-то придумывают. Ну да, тем более, когда это инкубатор, с большой вероятностью, такой именно очень государственный, такой очень официальный, это официальное круто, тогда, соответственно, есть какой-нибудь чиновник, говорит, сын моего туда, давай пошел, как бы у тебя деньги. А человек, может, это и не нужен, на самом деле, совсем, но он пойдет там, будет... А должны быть какие-то отщепенцы, то есть все прорывы делают отщепенцы, люди, которым места в жизни нет. Все что? Все прорывы делают отщепенцы. Джобс, он отщепенец, Гейтс, он такой очкастый отщепенец. Революции делают люди, которым нет места в нормальной жизни. У людей, которые есть в нормальной жизни, мне нужны революции, у них все хорошо. Вокруг университета надо делать, там для ученых. Да, если как бы довольно скудно образованный гуманитарий, я это понимаю. Почему это не понимали чуваки, которые управляют страной? Они понимали, они просто понимали, что как только они какой-то выберут у существующих академгородков или существующих мест, сразу врубится борьба за контроль ресурсов. Ты же не можешь это отдать МГУ. Это слишком много власти будет ректору МГУ в Москве. Это должно быть в Подмосковье хотя бы. Ты не можешь это сделать в академгородке Новосибирска, потому что Губер это типа не заслужил. То есть это политика. Она глупая штука, и я от нее стараюсь держаться максимально далеко. Это не только в России невозможно. Это невозможно в принципе. Скорее всего, на этом этапе невозможно нигде. То есть я думаю, что, к сожалению или к счастью, эти условия сложились здесь, и теперь это место притягивает всех тех людей, которые способны, собственно, такие вещи делать. Рано или поздно они все здесь оказываются. И если взять 10 тысяч самых главных ключевых людей отсюда и переместить их в Россию всех вместе, то, скорее всего, там будет новая Силиконовая долина. Но это очень сложно, потому что для них здесь созданы условия, которые не позволяют в принципе другому месту конкурировать с этим. Потому что долину делают люди. Это не место, это не технопарки, это не красивые офисы. Ты можешь там в Дубае или в Сколково или где угодно построить какие-нибудь там очень красивые здания и налить туда денег. Но если там не будет вот этого духа, что мы проваливаемся, мы пробуем, мы окей с тем, что делать совершенно нестандартные какие-то сумасшедшие вещи, и никто не будет на нас за это косо смотреть, а наоборот это будет поощряться, без этого никакой долины не получится. Получатся шаблонные, понятные или копии чего-то, или просто какие-то идеи, которые не являются инновационными. Вручную такие вещи не создаются. Они создаются органически, когда стекаются два типа людей. Мечтатели и люди с деньгами. И причем и тем, и другим должно быть комфортно. Тем, и другим нужны разные вещи. Мечтателям нужно одно, людям с деньгами нужны совершенно другие условия. То есть богачи и ботаники? Богачи и ботаники, да, можно так сказать. Нердс и инвестерс. А здесь именно так? А здесь именно так. То есть здесь из Стэнфорда, из Беркли, то есть из нескольких хороших университетов с сильной школой, из них проистекает постоянная подпитка новыми такими ботаниками, как ты говоришь. А при этом место достаточно хорошее, достаточно комфортное для людей, которые заработали миллиарды, чтобы они не улетали отсюда на виллу во Франции, а чтобы они оставались здесь. И вот этот постоянный обмен, типа, что ботаник может встретить условного миллиардера где-нибудь в кафе в Поло-Альто в 15 минутах от дома, и они там оба живут в 15 минутах, и произойдет какой-то обмен идеями, и после этого какие-то инвестиции и так далее. Это вот именно то, что делает это место уникальным. Это же малюсенькая территория. Ты же ездил 50 миль в одну сторону и в другую, вот и вся долина. Она малюсенькая. И этот малюсенький кусочек суши там производит ВВП, ну, с измеримым, с ВВП многих стран. В России в ближайшее время может что-то появиться? Ближайшее — нет. Я не вижу этого света в конце тоннеля. Возможно, он за поворотом, да? Поэтому будем продолжать смотреть в будущее с надеждой. Представим, что вся жизнь — это детская площадка. И вот ты, там, дети выходят на детскую площадку, кто-то там в футбик гоняет, кто-то там в перочинные ножички играет, да, там. А ты вот взял и вышел, там, я не знаю, с набором «Юный техник». Ты любишь паять радио. Это такое вот для тебя, как для ребенка, такая игра. И ты знаешь, у тебя времени до вечера. Там мама тебя скоро позовет из окна, скажет, что давай домой, Андрюха. Вот я выхожу такой, там, своим набором «Юный техник». Мне нужен для этого стол. Парням с футбольным мячом нужны ворота. Мне нужен стол спокойно, там, посидеть, попаять. Я сажусь за стол, а там, за столом, там, мужики. Неплохие, нехорошие, просто обычные мужики матерятся, там, я не знаю, в домино рубятся. Вот. Я сажусь и с ними, там, пытаюсь что-то делать, свое дело, ради чего я вышел, собственно. Они меня там, там, то локтем толкнут, то, я не знаю, паяльник отнимут, то еще что-нибудь такое, понимаешь? И у меня есть несколько вариантов. У меня есть вариант, там, сдаться и просто, типа, сказать, ну, не буду я собирать свое радио. У меня есть вариант сказать, окей, я буду играть в их игру. Там, научусь играть в домино, за этим столом играют так. И чертова, это радио. Можно начать, там, не знаю, драться и, там, скандалить. Да, это тоже игра, но это другая игра, чем собирать мой набор юный техник. И, ну, кто-то так делает. Но эти мужики, они были там, они старше меня, они были там дольше меня. И правила их игры, они придуманы там задолго-задолго до всех до нас. Поэтому есть еще один вариант взять свой набор и пойти на эти столы, где ты можешь делать то, чего ты хотел делать. И в результате, может быть, ты соберешь свое радио, и мужикам тоже будет музыка. В моем случае так получилось, да, по сути. То есть я уехал там, сделал то, что хотел сделать здесь, но плоды-то пожинают все. То есть вот есть ты там, есть твой канал, есть русский YouTube, и все сейчас нас смотрят, да. И в том числе благодаря, там, моей работе. А как ты думаешь, мужики когда-нибудь подвинутся? Я думаю, что построят больше столов, я надеюсь. То есть мужикам тоже нужно место, понимаешь? Домино тоже нужно играть. Эти вещи, они не меняются насильно. Я не верю в то, что можно взять там и что-то там перестроить очень быстро. Просто, понимаешь, вот в этой метафоре до вечера времени совсем немного, мама-то скоро позовет. В рамках моей жизни у меня там есть столько-то лет, чтобы что-то толковое сделать. Я могу сделать только то, для чего я хорош. И поэтому я просто выбираю условия, в которых я могу это сделать максимально эффективно, с максимальной пользой для всех. Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...